Что же лучше, серверный рендеринг или клиентский? Автостопом по галактике JavaScript. 10 изобретений Теслы, которые изменили мир. Погнали! Всем привет, это подкаст Ю... Ювеб-веб, суровый веб от проекта Ювеб Дизайн, привет! Сегодня у нас 23 мая 2017 года, выпуск у нас номер 127, время 20 минут 11 по-челябинску. Да, и у нас круто. У нас вообще охренеть, я даже не представляю, как вам презентовать это, но ladies and gentlemen, we would like to present the most interactive podcast ever. Почти все темы сегодня так или иначе являются темами слушателей, кроме одной. Это какой? Кроме первой темы из научпопа. А, ну, кстати, да. Потому что все остальные предложены нашими уважаемыми слушателями, спасибо. И зрителями, естественно, нашими подписчиками. Спасибо вам за это. Начинаем. Давай. Первая тема, она же первая громкая тема. Ее нам предлагает Алекс Григорян. В смысле предлагает? Хорошо. Ее нам скинули мне в чатики, на самом деле. Я не помню кто, я бы назвал наших героев. У нас тогда был conversation. Знаешь, я бы был бы рад, если сам Алекс Григорян нам бы предлагал уже эту тему. Да, согласен. Это было бы достаточно круто, элитно, элитно. Но нет, нам ее предложили в нашем чатике. Но, возможно, нам ее Давид Мартиросян предложил. И тогда они, в принципе, похожи с ним. Ну ладно, так. Я не помню, то ли Давид, то ли еще двое чуваков со мной разговаривали. Сергей и Кирилл. Я не помню их фамилии. Сергей, кажется, Баталев или Баталев. Так. Или Баталев. А Кирилл, хочется сказать, поддубный, но это бред. Наверняка. У него на аватарке гитарка. Может быть, он даже и не Кирилл. Я не знаю. Ладно, не важно. Кто-то из наших уважаемых чата-писателей, чата-участников чата предложил мне эту тему. Мог бы еще Давид Мартиросян предложить. Ну, так я его назначил. Гарик Мартиросян еще. Гарик Мартиросян не мог. Он комедий-клубом занимается. У них там свои темы. Ну, давай. Своя атмосфера. Walmart Labs конкретно нам рассказывает про положительные стороны сервер-сайт-рендеринга над клиентским. При том, что Walmart, да, они должны рассказывать про то, как туалетную бумагу лучше доставлять из Портленда в Орегон. Как бы Портленд это столица Орегона, но нормально. Из Портленда в сам Орегон, так сказать. Ну, в другие тупые города. Да, да, да. Отлично. Тупые. Если вы из других тупых городов Орегона, не из Портленда, ставьте лайк. Так вот, Алекс Григорян, он на самом деле сфокусирован на кастомер-экспириенсе. То есть он туалетной бумагой занимается, но он фанат Python, но OGS, поэтому он нам написал конкретно еще и про разработку. Здесь у нас синий и красный углы ринга. Подозрительно одинаковые чуваки, седые, боксируют. Ну, на самом деле чуть-чуть разные, но да. И он нам говорит, что у нас на walmart.com используется серверный рендеринг. То есть то, что на сервере уже отинтерпретировалось, то выплевывается в виде статического HTML к нашему веб-браузеру. Веб-серверу. Точнее, через их веб-сервер к нашему браузеру. Вот, царясики. Погнал что-то уже. Погнали. Мы, говорит, используем серверный рендеринг по двум причинам. Первое. Для наших кастомеров, для наших клиентов-покупателей будет лучшая производительность с помощью сервера сайт-рендеринга. Ну и в самом деле, вот так вот, если на вскидку сказать, когда тебе прилетает уже статический HTML, это сто пудово быстрее, чем тебе прилетает пустота, а потом JavaScript начинает на клиенте что-то там делать и рендерить. Ну, ты сейчас сказал, и мне даже как-то это вот как ясный день. Действительно. Зачем? Ну, причем сам он в этой статье, вот знаешь, как начинаешь что-то говорить, а потом тебя подписывают под того самого. Подписался. Вот его можно подписать после этого, что все-таки клиентский лучше, чем сервер, после этой статьи. Ну да. Но, тем не менее, заголовок говорит, что серверный круче. А, он в конце как-то скатится, да? Нет, просто он неубедительное дерьмо приводит, которое на самом деле говорит об обратном. Ну, посмотрим. И второе, это, ну, для SEO, понятно. Когда поисковики парсят страницу, когда они видят HTML, они могут с ним работать. Когда они видят JavaScript, ну, Google сейчас, так сказать, экзекьютит JavaScript, интерпретирует. Но, по-моему, Google один такой, во-первых. А во-вторых, даже если и так, то статический HTML ему проще все равно воспринять, через себя пропустить. Поэтому считается, принято до сих пор считать, что SEO, то есть Search Engine Optimization, намного лучше, производительнее с сервер-сайт-рендерингом, чем с клиентским. Потому что, если ваши броузеры-то долго вот этот весь ваш бандл веб-паковский с React процессят между собой и пытаются нам показать, то, представляете, поисковые роботы, они же слабенькие. На них нагрузка-то ого-го, сколько они сайтов в день-то парсят. Поэтому, да, производительность самого поисковой оптимизации хромает у клиентского. Поэтому, говорит, мы, в принципе, на React и Node.js все делаем, но просто частично. То есть не то, что он сейчас скажет, мы, короче, у нас PHP на сервере. Нет, у них все равно JavaScript на сервере. Но большинство кода, оно уже интерпретируется там, и какой-то костяк выплевывается пользователю, но просто он является неинтерактивным. Только после того, как подгрузится весь React, становится интерактивным это все. То есть, в принципе, есть вот эти вот секундочка-полторы, может быть, две, когда пользователь может успеть нажать на кнопулечку, и она не сразу ему отработает назад. Но обычно, наверное, пользователей будут сначала рассматривать. Можно всех посмотреть, а не сказать. Туалет. Прежде чем жать, да, туалетку. Прежде чем заказать ее к себе в другие беспонтовые города Орегоны. Я хочу теперь точно узнать, что Орегон — это штат, а Портланд — это город. Возможно, я... Давай, а то вдруг мы сейчас... Да, Орегон — это штат, а Портланд — это город. Все верно. Так вот, у нас, говорит, есть на самом деле электрод-фреймворк. То есть, представь себе, Walmart, кроме того, что они кроме туалетки занимаются разработкой, у них есть свой open-source-ный фреймворк. В честь названия устройства, которым сваривают железки. Электрод. Ну, видимо, да. Они сваривают сервер и клиент между собой. Электрогазосваркой. И там, говорит, несколько модулей у нас есть. И мы там улучшаем как раз, чтобы сервер-сайт-рендеринг побыстрее происходил. До этого, говорит, даже уже я писал вам, вот здесь же на Walmart Labs, о преимуществах именно использования наших модулей. Мы как раз, когда анонсировали электрод, говорит, сфокусировались на сервер-сайт-рендеринге. И ему все спросили, а почему вообще сервер-сайт, нахрена? И вот он тут решил непосредственно написать. Несмотря на то, что уже, говорит, для меня по поводу SEO написали такие монстры, как Эндрю Фармер. Эндрю Фермер. Известный фермер техасский. Он написал статью React.seo о том, почему лучше для SEO, чтобы на сервере рендерилось. И Патрик Ханд, который на FreakCodeCamp, написал, что даже с учетом того, что есть у нас у Google интерпретатор JavaScript, вот как он будет наш реактовый... Это классическая статья, мы ее, кажется, даже на сайте прикладывали, что мы используем Google Search Experiments, то есть их консоль, чтобы посмотреть, как сайты на React будут там показываться и так далее. Так что про SEO, говорит, он уже описали другие люди более крутые, а сам он, Григориан, как его, Алекс, он сфокусируется на том, почему для клиентов конечных интереснее, когда на сервере все рендерится. Прям вот интереснее. Прям заходит, ну, блин, как интересно у них тут все у него. Вот, говорит, диаграмма по времени. Как происходят вообще вот, ну, движения какие происходят у нас в браузере. Поначалу сервер-сайт выплевывает нам статический HTML в браузер. Есть некая загрузка, просто пока до нас статика долетит. После этого мы видим уже какое-то происходящее, но браузер попутно скачивает JS, то есть непосредственно весь бандл, который будет интерактивность добавлять. После этого браузер выполняет React. Вот он уже, гавочка здесь стоит. И только после этого страница становится интерактивной для конечного пользователя. Здесь пока нету никаких конкретных миллисекундочек. Пока мы смотрим чисто концепцию. Что касается клиента сайта рендеринга. Сначала сервер возвращает запрос для браузера. В запросе в основном пустой HTML-файл, в котором тупо ссылка на JavaScript. Ну, это такое. После этого браузер скачивает этот JavaScript. После этого браузер выполняет React. Все это время у нас loading bar. То есть вы, конечно, можете его оформить. Опять же, здесь он дальше об этом скажет, что совсем не обязательно белую страницу показывать в этот момент. Вы сделаете какой-нибудь прелодер, типа там, знаешь, мне сейчас почему-то вспомнилось, что то ли в какой-то игре Симпсоновской, то ли в чем-то был прелодер, что типа пончик съедается. Видимо, Гомер. Но Гомер, он ест пончики в Симпсонах. Не только копы их там едят, как это в GTA San Andreas, кстати. Подписывайтесь на youtube.com, слушаю WD Games за нашими стримами. А вот, можно показать какой-то прелодер. И тогда, в принципе, для вашего пользователя, ну, не так блевотно это будет, как он будет в белую страницу сидеть, смотреть, пытаться перезагрузить страницу. Типа, ааа, чё, чё, ааа. И вот после того, как браузер execute.net.react выполнит его, render.html метод, если я не ошибаюсь, запустит. Сейчас посмотрю. RenderToolString, царясики. Только после этого станет интерактивным всё. И, в принципе, ну, в общем, есть определённые вопросы. Чё для пользователей лучше? То ли им лучше сначала увидеть чё-то, но будет шанс, что они кликнут на чё-нибудь, не получат вовремя ответа, там, в ту же миллисекундочку. Либо будет вот этот вот, сначала мелькнула белая страница, потом появился прелодер, а потом появилась уже вся хреновина. И они, на самом деле, я забегая вперёд скажу, они A-B-тестированием занялись, то есть они не гадали на кофейной гуще, не проверили на конкретно своей аудитории, и получилось, что сервер сайдный лучше. Лучше, когда уже начинают на туалетку смотреть, прежде чем жать её заказывать. Ну, допустим. Нет, а может быть, это только в случае с Walmart. Естественно. Они говорят про Walmart.com. И он им говорит нам, Алекс Григорен, я имею в виду, об их конкретном опыте. То есть он не пытается нам сказать, что, в принципе, сервер сайд лучше. Он просто говорит о том, что вот для них работает лучше так. Я могу сразу контрпример тебе сказать. Допустим, что такое Walmart.com? В конце концов, это их сайтецкий. Несмотря на то, что у них там есть большое количество, большое количество элементов веб-приложения, типа там, ну, давай зайдём просто. Ну, а чё нет? Walmart.com. 403 у меня. Ошибка. Ты Walmart-то правильно написал? С двумя. L и Mark. С одной. Чё, ты с двумя-то их написал? А, да? Ну, ладно. Это что не стена? Соглас... Сорясики. Согласики хотел сказать. Согласики. Ну, вот так. Да, у меня здесь есть вот это вот мелькание, но это, наверное, шрифты в основном загрузились. У них здесь по Amazon, на самом деле, целое большое приложение. Можно зайти, залогиниться, поиск у них отдельно сделан. Ну, тут жить можно, чтобы туалетка у тебя сразу поступала. В целом, у них здесь магазин. Кроме этого, у них есть личный кабинет здесь, возможность поиска осуществлять по категориям, возможность подписаться на рассылку, отправить им какие-то формы, оставить фидбэк. Так, ну, тут есть определенные элементы веб-приложения, хотя, на самом деле, и не так уж и много. Они могли это сделать, в принципе, обычным динамическим сайтом, там, с помощью какого-нибудь, извините, PHP. Но неважно. Допустим, они так хотят. У них, кстати, здесь много страниц. Например, grocery.wallmar.com показывает preloader по бреду. У них так быстро все работает, кстати. Ну, так, если React. Григориан там. Ты представляешь, они там что-то делают. И как раз вот grocery, у них именно приложение. Ты вводишь свой zip-код, как это, индекс, и тебе сразу показывают, из каких точек тебе могут привозить продукты на дом и так далее. Ты можешь заказать, там будет, видимо, какой-то конструктор очень удобный. Ну, давай, вот где мы... А я не помню, где мы в Аляске жили. Двадцать... Черт, ну, 25.618 по бреду. Мы, говорит, нас нету еще там в Walmart Grossery. Ну, бред. Ты сейчас ввел какую-нибудь Болгарию. Да, согласен. Ну, ладно. Если ты не будешь искать пока... Я не буду. Но я, по-моему, с единички начиналась, на самом деле. Так что я ты с двойки начал. Неважно. В общем, у них есть элементы веб-приложения. И я к чему это? К тому, что вот, допустим, у нас в поликлинике, ну, и не только у нас в поликлинике, в медицине используется вот это вот MissBars, медицинская информационная система, я так понимаю. И там нету никакого статического контента, типа, что посмотреть. Ты захочешь, там сразу кнопки. Рабочее место, настройки, т-т-т-т-т-т. Вот там прилодер. Просто потому что нет никакого смысла смотреть на эти кнопки. Там ничего, кроме кнопок, нет. Если ты их не можешь нажать, тебе их можно и не смотреть. Логично. Лучше покажи мне прилодеры, когда уже все будет готово, я уже буду кликать. Сейчас я пока пойду чайный пакетик опущу куда-нибудь. Ну, мне кажется... Т-бэггинг осуществляю. Ну, мне кажется странным, если у тебя несколько кнопочек долго грузится еще. Тебе вообще даже задумываться не надо. Ну, слушай, понимаешь, почему долго грузится? Потому что при нажатии на все эти кнопочки будут вываливаться другие формы. И пусть лучше тебе за раз все приложение загрузится, и ты уже внутри него будешь спокойно осуществлять все взаимодействия с отправкой на сервер туда-обратно и так далее. Но если у тебя сразу кнопочки быстро загрузятся, но при нажатии каждый будет под загрузочкой, я думаю, тебя это больше взбесит. Возможно. Хотя там тоже есть под загрузочки, но просто потому, что оно подтягивает каждый раз что-то сервака. Тупо данные. То есть под загрузочкой, когда ты выборку делаешь по каким-нибудь таблицам. Но это и так само понятно. В общем, это всегда зависит от конкретной ситуации. Вот у них на Walmart они решили, что сервер-сайт-рендеринг все-таки более предпочтителен. Вот. И он, в принципе, пишет, что даже сам сервак отдает меньше данных через сервер-сайт-рендеринг, чем клиентский. Хотя для React, вот он пишет, что когда ты render-to-string выполняешь, это один синхронный запрос. Пока он выполняется, ни хрена больше не можешь делать. То есть, когда у тебя с сервер-сайт-рендеринга все прилетело, ты какие-то отдельные кусочки виртуальным домом подгружаешь React, оно быстро работает. А когда тебе надо, чтобы React полностью всю картинку отрендерил на клиенте, это долго, и пока это делается, ни хрена не может больше другого делаться. И это примерно два запроса в секунду проходит, а это мало как бы. Окей. То есть, вот он конкретно рассказывает, что вот для реактовых приложений, когда все рендерится на клиенте, не на Vue вашем любимом, а именно вот на React. Vue я имею в виду Vue.js. Особенно теперь же он второй, у нас Никита об этом попозже расскажет. Так вот, там это дорого, так скажем, и долго. Хотя, опять же, зависит, наверное, от того, сколько у вас там рендерить. Вы же не можете тоже сначала через Render to String рендернуть только костяк, а все остальное уже виртуальным домом подгружать, когда надо, и все. Ну ладно, вот у него здесь... Ум домом еще. Да, выключателями и домофонами. Я тут, на самом деле, на Walmart, пока ты рассказывал, зашел на банку с бобами. Вот Baked Beans, и вот 1.66 баксов стоит. Ты бы лучший индекс посмотрел. Сервер сайдный. Он здесь показывает нам конкретно, как у него по миллисекундам все происходило. На домашней странице за 1.25 у него уже показываются какие-то элементы. За 1.81 они становятся активными. Интерактивными, простите. Можно с ними взаимодействовать. На клиентском, во-первых, общая загрузка дольше 1.48, во-вторых, интерактивным становится дольше через 1.92. Примерно по 200-100 миллисекунд. Разница, конечно, не такая большая, но если это происходит во время загрузки, очевидно, что различие, gap между этими двумя лагами, он будет стопудово больше. Ну просто потому, что в этот момент еще веб-сервер потеет, чтобы другим людям хотя бы что-то начать отдавать, и поэтому да. Ну если что, я нашел индекс 99.775. С единички, кстати, начинается. Сейчас подожди, grocery. С анти-единички. 9 это анти-единичка, запомните. Хорошо. 9.9.7.7.5. Подписывайтесь, у нас пока у вас не работает, ни хрена не надо. Что? Что, что? Что там? Ну нет, не работает groceries Walmart по этому zip индексу. Почему? Ну это Аляска, у них в принципе там другая жизнь немножечко. Давай Портланд, посмотри какой. Ну так, чтобы уже поржать. А-а-а. Хорошо. Чтобы в остальной Орегон все заказывать. Так вот, это на главной. На странице категории, то есть рубрики, сервер-сайт рендеринг, к сожалению, дольше чуть-чуть работает, чем клиентский. На странице поиска очень быстро показывает начальное, но все подгружается тоже дольше. Поэтому это все на самом деле. А это у них три отдельных аппликейшена. Home, категории и search. И у нас, говорит, конечно, мы, когда AB-тестирование выполняли, мы не делали preloader, у нас там белый экран мелькал. Ну просто потому, что мы все равно уже на сервер-сайде остановились. Видимо, preloader долго им было прикручивать, накручивать. Хотя вот просто тестить как будто бы недолго. Вот. Поэтому, ну здесь кроме этого, кроме отклика вот этого по миллисекундам, очевидно, что когда ты на сервере рендеришь, ты больше килобайт изначально получаешь, потому что ты статики HTML немного получаешь. Но это и не так влияет, потому что она уже тебе прилетела и все, и больше ничего с ней не происходит. Поэтому, ну вы видите цифры сами. То есть на клиентском иногда задержка меньше на рендерится дольше. Задержка это time for first byte. TTFB. Time to first byte. Или как-то так. Time. Насрать. В общем-то, TTFB. Ну тут написано time to first byte. А, да? Я просто уже второй раз, видимо, мне попалось это. И там, да, точно, ты в зеленом смотришь, а я уже там хрен куда проскроллил. ППЛМ. Короче говоря, я проверил, если что, на Walmart Grocery. Если кто-то не может спать без этого и жить, я проверил именно портландскую хреновину. А скажи мне, чтобы все подписчики увидели. 9, 7, 2, 6, 6. Ага. И там good news еще будут. Вау, ну-ка, good news. Вот ты, here's the nearest. О, да, смотри, пикап локейшн, Portland Store, 82 Avenue. То есть ты бы мог сейчас взять... 4002 SE. Поехать на своем пикапе до туда и закинуть какие-нибудь эти... Чернику. Доски. 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 Нет, Groceries это именно продукты. А, тут только такое, что ли? Да, да, скоропортящиеся. 0,48 за бананы. За фунт. В скобках примерно 2 банана. Уже вот для тупых. А сколько это вот у меня вот потянет, вот это вот вытянет? Авокадо 0,88 за каждый. Цена на самом деле идентичная, как у нас. То есть 45 рублей. Тут вот есть ранч, например, за 3,88. Ой, что ты начал-то? Ладно, уходим отсюда. Обратно. Они тестировали своим электродом сраным через A и B. В смысле сраным? Это же лучше. Ну, понятно, я просто уже... Ты раньше меня смутил немножечко. Поэтому да. Мы, говорит, решили, что сервер-сайт у нас работает намного лучше. Вы, говорит, решаете для себя сами. В том числе, говорит, посмотрите пост iShowcase. Есть, ну, короче, еще один пост на Walmart Labs. А они, случайно, свой электрод не вылаживают? Вылаживают, да. Я же говорю, open-source. Вон оно. Красавцы, красавцы. Весь лежит. All over GitHub. Прям по всему GitHub. Розетта. Поэтому вот так вот, говорит, вы думайте для себя сами, но вообще у нас сервер-сайт лучше. Объясню. Мне это конкретно скинули, когда сначала мы с тобой на прошлом, кажется, стриме, может быть, на предстоящем в прошлом стриме. Я спрашивал чуваков, вот, говорю, мне надо сделать такой-то, такой-то проект. И я бы хотел, чтобы у меня был сервер-сайт рендеринг на PHP, а потом на Vue.js у меня был клиентский рендеринг. И мне говорят, а ты на PHP на самом хочешь REST API делать? Или именно воротить огород, что у тебя половина рендерится на сервере, а половина потом будет клиентом все делать? Я говорю, блин, я не знаю, покажите мне варианты там туда-сюда. И вот это была одна из статей, которую мне уже постфактум скинули в чатике. Типа, Саня, Саня, ты там спрашивал, вот, посмотри это. Кстати, пользуясь случаем, уважаемые подписчики, я обращаюсь к вам. Накидайте мне тоже вариантов, как сделать так, чтобы на PHP был бэкэнд, а на Vue.js фронт-энд. Куда накидайте-то тебе? Да хоть куда. На worksobakaewebdesign.ru? Мне наплевать, меня найти везде легко, я везде в описании. Можете мне даже в гитхабе в личку написать. Мне похрен, я везде найду. Но вообще лучше, конечно, в Телеграме, или в темках слушателей, или в ВК, или на worksobakaewebdesign.ru, или или на ewebdesign.ru slash donate. У нас, кстати, сейчас об этом будет организационный момент. Да, мы закончили, получается, первую тему. Мы закончили первую тему. Наше мнение, наше мнение, что все зависит. Вот я рассказал уже вам, что есть у нас на работе вариант, когда у тебя только кнопки, нет смысла их рендерить на сервере, лучше их сразу рендерить на клиенте после preloader. И это еще и от стека вашего зависит. Ну, то есть, если у вас на клиенте jQuery, то вы как бы можете все на сервере отрендерить, потом jQuery что-нибудь попереставлять, поделать, и все. Это, ну, а если у вас все-таки на клиенте React, то React лучше работает, когда он сам себя рендерит. Потому что вот они этот электрод воротили, и это им пришлось кастомное решение написать. Ну да. А если вы, не дай бог, еще у вас на сервере не нода, а вы хотите с чем-то еще это подружить, хотя, конечно, в существу не очень важно, но тем не менее, то вы вообще говна поедите. Хотя, опять же, уже есть там наработки, Laravel с React там связывают и так далее, но я бы вот все-таки в сторону Vue посмотрел, это я к своему вопросу возвращаюсь, вот подскажите мне. Поэтому такое вот у нас мнение. Ну знаешь, мне, знаешь, что понравилось? Нет. Что сам по себе Алекс Григориан, он крутой, он не постеснялся написать статью, и они там просто в Walmart свои технологии не хранят где-то там далеко, секретными и закрытыми от всех, а делятся ими и выкладывают. Sharing is caring, потому что. Да. Расшаривать значит проявлять заботу. Молодцы. Перевод с английского, примечание редактора. Я пойду солью чаек, а ты пока говори организационный наш момент. Хорошо, организационный момент. У нас есть сайт uvpedesign.ru, на котором можно зарегистрироваться у нас в сайт-баре справа. Зарегистрироваться можно зачем? Затем, чтобы оставлять нам темы, темы слушателей, которые мы рассмотрим в следующем подкасте. Скорее всего, обязательно рассмотрим, потому что Саня, он уже, по-моему, каждую тему берет вашу и уже, по-моему, не старается вообще жить. Он просто уже сидит в гамаке, лежит. Я смотрю на него и думаю, вот он докатится человек, вот ну не делай, вот просто оскотинился, да. Поэтому, поэтому вы обязательно потешите Саню, покидайте темы ему интересных, а он отберет и мы их рассмотрим в следующем подкасте. Это все можно на uvpedesign.ru в сайт-баре оставлять, регистрироваться и оставлять темы. У нас есть также чатик в Телеграме, и опять же, Саня тут обленился в этот раз и говорит, давайте мне в личку веб-саня в Телеграме напишите, и тогда я вас в чатик в Телеграме добавлю. Вот. Я ему говорю, Саня, ну ты что делаешь-то? Он говорит, нет, вот только туда, вот только собака веб-саня в Телеграме. Оно для чего сделано? Чтобы если я видел каких-то нежелательных лиц в чатике, а такое бывает. Я проверяю, описали ли они мне, или им кто-то слил ссылку и так далее, и потом просто всех забанить, нахрен и все. Это сделано для того, чтобы очистить нашу нацию uvpedesign от выродков всяких. Отлично вообще. Ну и последнее, у нас есть стикеры, которые вы можете заказывать в нашем паблике vk.com slash uvpedesign. Кстати говоря, вроде как немножко подзаказывают. Подзаказывать опять начали, что-то проснулось, совесть в людях, они начали опять подзаказывать чуть-чуть стикеры. Здесь вот витринка с товарами, сразу под закрепленным постом. Да, там два на выбор, один с логотипом uvpedesign, один с логотипом uvpedesign. Все? Пишите прям в личку паблика и вам ответят. Да, там автоматически. Вот я сейчас прям продемонстрирую уважаемым подписчикам. Открываете любой товар на витрине, и там есть кнопка написать продавцу. Она большая синяя, конверсионная. Казалось бы, уже нечего жать, кроме этой кнопки здесь на странице. Но вот люди комментируют, бывают иногда. Я не могу здесь... Я просто вы меня извините сразу. Извините? Измените за сквернословие, но здесь крайний комментарий просто пиздос, крутой стик. Этот человек, кстати, не заказывал. Нет, он не заказывал. Ему просто понравилось, он как бы кайфанул, и все. Yes. Что касается vdgames, ни одного комментария здесь нет, но это упущение, потому что стикер не менее крутой. Стик. Да. Ну ладно, окей, перейдем дальше к дизайну. Мы закончили наш обычный блог, который мы всегда говорим. Фронтендер нам предложил еще к прошлому выпуску, к 126. Слушай, я что-то думал, что я сейчас, а оказывается ты. А мы переставили все-таки? Да нет, без разницы. Да поздно все. Да давай ты, давай, давай. Ну окей. Apple Music у нас. Джордан Слон предложил, а фронтендер подождет. Когда? Первым делом самолеты. Чуваку отказали в стажировке Apple, и он сделал редизайн Apple Music. Вот так нам Джордан Слон предлагает тему. Знаешь, Слон, есть еще английское слово Sloan, и оно, по-моему, клоака переводится именно. Ну окей, так, допустим. Слушай, нет почему-то, нет перевода. Я думал, это клоака переводится. Но я, возможно, что-то уже попутал просто. Наехал на чувака, не с хрена. Ладно, все, не мешайте. В общем, на Medium Startup Grind есть какой-то такой раздел под Medium, на котором Джейсон Юан, Visual Designer and Student в университете, в северо-западном университете каком-то. Он, знаете, непростой чувак, Джейсон Юан. Он, как, вот знаешь, полагается всем Джейсоном Юаном, дотошный. Дотошный в том плане, что он решил устроиться на работу прямо в Apple. Конкретно вот в Apple Music отдел. Те, кто занимается Apple Music. То есть он такой дизайнер интерфейсов, причем достаточно опытный, как оказывается. Потому что, ну, обычно же чувак не пойдет в Apple Music работать, правильно? Ну, как бы, наверное, бывает. Но вот конкретно этот, он пошел и еще и тут вот оскорбился и что-то сделал. Не, видишь, конкретно этому сказали, что вы, в принципе, хороши, но надо еще тренироваться. То есть они его похвалили. А, то есть подожди. То есть, в принципе, с ним разговаривали. Да, с ним было собеседование. Я ж не знаю. Я-то думал просто, что он ответил, ему никто не ответил. Он написал, ему не ответили. И он такой, блин. Да. Теперь немного отскочим от темы. Почему я эту тему взял? Потому что я Apple Music пользуюсь. Конкретно Apple Music, как сервисом, который, так скажем, доставляет вам музыку по интернету через Apple устройство. Я плачиваю 149 рублей в месяц. Это похлопать хочется. По-моему... Здравствуйте, я Никита. С одной стороны, да. Я пользуюсь Apple Music. С одной стороны, похлопать. С другой стороны, привет, Никита. Сказать вот так. Сейчас я найду сообщение от Apple и посмотрю, сколько мне это стоит все дерьмо. А, то есть ты все-таки не уверен, что 149. Возможно, 179. Что-то давно. 149 это Google Music был, по-моему. Google Music? Не знаю такого. Я таким не пользуюсь. Ну или Google Play. Play Music. Блин, ну чуваки, ладно. Ну подожди, давай, это легко делается. Я пишу Apple Music. Давай, в России, да? Купить. Купить. Давай. У меня сразу должна быть, вот Apple Music подписка. И здесь будет сейчас два варианта. Для меня и для нее. Ну давай. 169 индивидуальные. 169, да. Семейные 269. Есть еще студенческие, 75 рублей в месяц. Я пока посмотрю, что такое студенческое. У меня есть студенческие. Нет, это нужно там подтверждать, хренать. Ну то есть это целое дело, чтобы выбить студенческую Apple Music. Ну ты попробуй, попробуй. Ты там тоже, ты же умненький. Только в некоторых странах и регионах. Сейчас я посмотрю. Давай. Орегон. Давай. Полтора. В Нигерии даже работает. Если сейчас у нас нет. Я поржу. В Азербайджан работает. Так. А Россия работает? Yes. Yes. Все работает. Но главное, чтобы у тебя твой университет был сертифицирован, как я понимаю. Ну слушай, вот на Белизе не работает, например. Я больше скажу, мы по-моему с помощью сертификата нашего университета получали с этого, со Spark, который Microsoft-овский, как он называется? Ну это-то само собой. Но это значит, что у нас есть лицензия в нашего университета, правильно? Нет, стопудово это нормальный бюджетный вуз и все круто у него. Просто как там это подавать? Ну ладно, это я уже посмотрю позже. Но тем не менее, вот я пользуюсь. А, там есть какая-то Unidays. Введите свой личный или академический точкой еду. Адрес электронной... А, это через универскую почту опять. Помнишь? Классика, классика, классика. Ну ладно. Еду. Короче. Нет, без еду можно просто именно личный адрес электронной почты и учебное заведение. Ну ладно. Это потом. Все потом. I got rejected. А, его-то reject'нули. То есть чувака... Чувак... Он как пользователь Apple Music'а. И я как пользователь Apple Music'а. Мы с ним, в принципе, на одной волне, когда я прочитал полностью эту статью. В принципе, ты его боль разделяешь? Да. Я когда прочитал, я реально разделил боль. Давайте пройдемся. Я не знаю, если сейчас люди, которые нас слушают или смотрят, они не пользовались никогда Apple Music'ом. Я не знаю, насколько им вот боль это прочувствуется. Скорее всего, да. Потому что здесь есть примеры плохие, то есть те, которые как сейчас работают. И то, как он сделал. Я просто пользовался только на старте. Ну помнишь, там дарили 3 или 4 месяца в подарок. Но ты видишь пользователь Apple. И оно, понимаешь, оно тогда и другое было. То есть стопудово они что-то уже сменили со старта сто раз. Уже есть Apple Music 2.0. То есть там две версии. Это уже вторая. Серьезно? Да. А, ну ладно. Это вторая, о которой мы будем говорить. Ну лан, лан. Короче. В общем, господин Джейсон Йон, Джейсон Йон, он сказал себе, ну ладно, не взяли меня в Apple Music работать. Ладно, им знаний, да, надо. Ну тогда я возьму эти знания, наберусь и сам сделаю. И говорит, даже не то, чтобы доказать чувакам с Apple, если они вдруг посмотрят, прочитают, и говорит, конечно, охренею полностью. У меня будет паническая атака. Heart attack, он говорил, да. Но даже просто я для себя это сделаю и напишу для всех вот эту статью. Кстати, у статьи 4,5 кассика лайков. 4,6 у меня показывает, я вот ее тоже лайкнул уже заочно, я отдал ему кредит доверия свой. Да. Он говорит, что вообще мы все знаем, что Apple Music не очень-то по UX, но не очень-то. Я заметил, сравнил со Spotify и со всяким, и вообще знаю, что многие люди жалуются на Apple Music потихонечку. Угу. Вот. И здесь вот, например, он приводит пример сразу Apple Music 1.0 и Apple Music 2.0. Ты можешь продемонстрировать нашим слушателям, точнее зрителям. Сразу примеры фрустрации своей приводят. Да, Apple Music 1.0, видишь, как выглядел? Вот ты должен был такой застать, по идее. Ну, да, Lana Del Rey, я думаю, она не так выглядит, если честно. Я типа после эфира скажу, на кого она похожа очень сильно. 30 июня 2015-го. Да, вижу, вижу. Скриншот taken from Apple.com. Вот. И Apple Music 2.0, 7 мая. Слушай, я ее застал просто потому, что у меня само приложение музыка так выглядит. Просто я не могу именно в Forure зайти и в Browse тоже не могу. И в радио не могу. И вообще ничего не могу. Ну, не можешь ты ничего. Так и скажи. Ну, не можешь и не можешь. Вот. Когда он начал копать глубже, так скажем, сам Джейсон, он понял для себя, что на самом деле, давайте сначала разберемся, раз у нас уже UX, раз это уже ради пользователей все. Давайте разберемся, а какие же бывают пользователи? Какие же бывают пользователи, которые пользуются сервисами музыки? Такими, как Apple Music, например. Или как Google Music. Как Google Play, или как он называется, Music... Android Play, Music... В общем, вы поняли. Я сейчас попробую узнать, как у них конкурирующая, так сказать, организация называется. Я Google Music сейчас напишу. И... И поржем. Google Play Music, все, конец. Хорошо. Джейсон понял для себя, Джейсон Борн, естественно, что нужно сниматься. Нет. На самом деле, Джейсон понял для себя, что вот есть два типа пользователей. Две такие градации. То есть, конечно же, пользователь может, так скажем, быть конкретно вообще вот очень сильно в одну сторону, очень сильно в другую сторону. Но вот эти две стороны, это такие чуваки, которые все структурируют во всей своей библиотеке. Имеют огромную большую библиотеку, добавляют туда время от времени там новые альбомы, там просто вот все пишут теги, что кого, выборочно слушают по альбомно, такие, знаешь, вот педантичные. Какие как ты, наверное. Узнаю себя, да. Да. А есть чуваки, это другая крайность, это как бы спектр людей. Вот вторая крайность, это люди, которые пользуются плейлистами. Пользуются плейлистами, используют всякие рекомендации, вот такие вещи. Это я себя узнаю. Ну, слушай, я тоже пользуюсь рекомендацией, но плейлисты, ты имеешь в виду именно по одному треку из каждого альбома, прикольные. Там вот так. Я просто, вот я такое помню, последний раз лет 15 назад видел. Ну, нет, нет, прикольные. У людей в Винампе еще. У меня есть плейлист в Apple Music, музыка в мотор называется. Ух ты. И там нет целых альбомов, хотя часто, когда я закидывал туда, там все альбомами практически, вот допустим, я брал какую-то электронную музыку, хочется весь альбом туда поместить. Ну, ты держишься и не помещай. Видишь, в чем проблема музыки в мотор, да? В том, что, короче, то, что твоя large library, твоя большая вот эта вся библиотека, которая у тебя сделана, ты слушаешь много музыки, там ходишь, ездишь и так далее. А я, как бы, музыка в мотор, я езжу вообще, ну, суперредко. И ты еще и не то, чтобы в соседние города. Да, и если, я не могу себе позволить просто, ну, взять, как бы, я так делаю часто, целый альбом слушаю, но иногда хочется именно вот этот плейлист послушать. Просто потому, что там все бомба. Вот все, каждый. Ну, я понял, ты его выверял. Да, да. И, короче, вот, есть такие две градации пользователей. И он говорит, что, в принципе, Apple, они всегда славились еще с тех самых пор, когда они сделали iPod, там, как у первого поколения, да, они всегда упирали на то, что чуваки задроты музыкальные. Ну, да, почему они сделали именно потом вот этот iPod Classic, там, 150, 200, 300 гигабайт, потому что прям вот, чтобы все все занесли туда, всю свою библиотеку. Да, но они не учитывают вот именно хотелки чуваков, которые такие рандомычи, которые плейлистычи. И я, говорит, начал рыть. Как вообще? До сих пор не учитывают, что ли? Все еще, да, не учитывают. Сейчас они именно задрачиваются на тех людях, которые такие супер аудиофилы. Короче, говорит, что я первое бы хотел сделать? Сэмплы. Говорит, мои сэмплы. Это вот первое, что бы он сделал. Смотрим. Здесь есть анимация даже, как вот это мои сэмплы. Сразу проскроллю до нее. Видишь? Угу. Говорит, прикольная тема, говорит, анимации. Фу анимации. Прикольная тема, мои сэмплы. Типа, хочет чувак узнать что-нибудь об исполнителе. Ну и вообще послушать. Есть много всяких способов, но вот в Apple Music конкретно ты должен что-то зайти, послушать полностью этого чувака. Ты должен, короче, там рыть. Вообще туда вниз, вглубь опуститься, чтобы понять вообще, что тебе рекомендуют. А так были бы мои сэмплы. Это целая отдельная категория, где просто каких-нибудь супермодных чуваков показывают, быстренько там 15-20 секунд от трека проигрывают, идет какая-то анимация. А топового трека? Или как интересно вот это выбирается? Ну, скорее всего, да. Вот здесь есть, например, я на его анимацию смотрю, Lady Gaga The Cure. Это что это? С ее нового альбома, интересно? Мне кажется, это, по-моему, один из последних треков. И я бы вот его не делал в рекомендациях. Если ты хочешь, так скажем, продемонстрировать песню Lady Gaga, я бы вот его не стал делать как раз. Может быть, она теперь прям вот такая. А, ну, может быть. Я теперь такая. Хорошо. Ну, вот сэмплы, например. Окей. Дальше он говорит. Кроме того, что... Да, это крайний сингл 2017 года. Кроме того, что сэмплы, он бы поменял в нижней панельке. И добавил бы, короче, кнопочку Watch. Ее бы сменил вместо кнопочки, сейчас я найду какой, на кнопочку Watch. Он поменял. Там какая-то была... Радио, радио. Я сейчас у себя открываю, у меня там радио. Хотя, кстати, радио, это нормальная тема. Просто конкретно Beats 1, например, он в России не работает. Ни в какуху. Хотя у меня здесь сразу это. Коллекция радио-шоу Beats 1, On Demand. Я могу на нее даже нажать. Но я так думаю, мне сейчас скажут... А, у меня только в записи. То есть тут нету именно то, что в прямом эфире с диджеями. Вот это вот во всем, так сказать, цивилизованном мире. Ну вот. И для него вот эти вот мои сэмплы, которые он придумал, это как бы элемент такой геймификации, так скажем. То есть Apple в Apple Music никак не используют вот никакие фичи. А там просто стопки музыки хранятся, и ничего не происходит с ними. Просто груды музыки какие-то есть. Ага. А этот чувак предлагает вот именно так вот поиграться с сэмплами, так скажем. Сделать вот несколько таких пластиночек, которые передвигаются и вот так загружаются. Ну. И просто чтобы чувак наслаждался, так скажем, перебиранием артиста. Там просто еще типа вот это все на сейчас. Тут я вижу ему говорят типа зайдите практически за новыми сэмплами завтра. Да-да-да. Вот это как бы элемент геймификации. Окей. Первое. Это он предложил. Второе. Бренд иденти... Иденти. Иденти. Ага. Короче. Типа его бесит, что все альбомы, которые вот просматриваются, и все артисты, все исполнители, точнее, все артисты, все, короче, особенно плейлисты, мы сейчас дальше про них поговорим, они какие-то безликие. Вот он говорит в Sony Music, например, в Sony Music, когда он работал, видимо, мы, говорит, там сделали классную тему, там вот очень стильно выглядело, вот, например... Я вижу, они все, грубо говоря, консистенция есть некая. Да. Хотя, конечно, Мартин Геррик все равно выбивается. А я, кстати, даже... А, да, я нашел. Мартин Геррикс выбивается. Он, во-первых, в круге, а хотя он там кто-то в квадрате. Ну, в общем, да, чуть-чуть похоже на всех, но я так не понимаю, они всех отфотографировали? Или они всех просто отфотошопили, не пойми откуда, сделали черно-белыми? Ну, это же работу прям надо проделывать. Видно, что что-то делать. Она вдруг Мартину Герриксу не понравится, как получилось. Вот, я тоже не знаю. Слушай, когда ты берешь именно в Apple Music, я так понимаю, там у артистов есть доступ к их панельке, и Леди Гага свою вот эту картинку, а у меня даже в моей медиатеке, когда я навожу на Леди Гагу, у меня появляется именно та картинка, которую она себе в Apple Music поставила. Да, причем там уникальные какие-то картинки. Да, я тоже их не особо... Это, я думаю, они сами заморачиваются. В Sony Music из-за того, что полная консистенция, это значит, сами Sony заморачивались. Ну, я поверю в это тоже. Может, они и согласовали, что там одну картинку согласовывает? Слушай, у тебя вот такая в Sony Music. Да кого-то Sony Music хоть жопу мою туда поставь и все, и не зайдет никто. Нет, может быть, там менеджер каждую неделю сидит, смотрит, обновляет? Я не знаю. Ну, я согласен. Если Sony Music для Леди Гаги это рынок, то они заморочатся и одну картиночку тоже подделают. Ну, хрен это. Или хотя бы согласуются, скажут, да, вот эту давай. Особенно не нравится, и мне тоже, вот как выглядят обложки плейлистов. Ты посмотри, это типа сборище всех обложек. Оно как бы вроде как стильно выглядит, так наискосочек красивенько, так несколько обложечек. Я не понимаю. А, вот. Я просто смотрю сначала вот эти а-а-а-а-а. In comparison, Apple's visual brain has right now is kind of all over the place. Вот. Тут тоже, ну, перед наискосочек-то, вот это что интересно такое? Это какие-то, я не знаю, что это такое. Ну, видимо, это тоже какие-то их плейлисты, потому что тут весь жанр, там типа скрипка нарисована. Да, да, да. Ну, ладно. Так, ну, что наискосочек вижу? Абсолютно ничего не говорящий плейлист. То есть, знаешь, можно было на плейлисте любое дерьмо сделать, вот любое, просто, не знаю, поместить туда гитару и написать, что это метол. Но тут эти плейлисты, условно говоря, вообще не говорят ни о чем. Вот эти обложки, ты, во-первых, не разглядишь ни хрена, во-вторых, они не все помещаются полностью. В-третьих, ты, может быть, по обложкам и не знаешь, что это за исполнители, они никак не передают ничего вообще. Ну, я с тобой соглашусь, это bad experience. Это bad. Нет. В том числе ему не нравится и сами по себе... А, он, короче, еще придумал, что очень тупо выглядит сами по себе, вот когда в центре внимания этот исполнитель. Короче говоря, он придумал, что давайте сделаем исполнителей, которые в Apple Music находятся, по-другому переделаем их и сделаем их в стиль, короче, ваших контактов в телефоне. Это же было бы, ну, отлично, типа, гениально. Ну, это ты как бы последуешь консистенции самой платформы. Да, да. Они как бы круглые у нас контакты, все, с круглыми аватарками. Давайте сделаем так же исполнителей, например, всех. Или, например, там вот, как здесь, Deep Cut, Remixed Essentials. Видишь, вот он здесь выбрал именно тех исполнителей, которые по одной тёлке. А когда у тебя целая группа там, я не знаю, условный Слипнет, мы сегодня с тобой слушаем. Там 9 человек, как ты их в круг вместил? Одну маску, морду, Кои Тейлор. Вот, вот, да. А вдруг обидится, кто у них там остался? Джеймс Рут. Гитарист, Тонсоуэр. Я просто сейчас в данный момент смотрю именно радиостанции, и тут-то довольно-таки консистенции красиво, прикольно нарисованы. Там классно, там классно. Это фичеры, да, эти. Это вот именно выдающаяся классика, музыка для расслабления, блюз. И, ну, прям вот, это интересно. И где в недавние тоже там A Mixtape, Rhythm Ulyts, оно всё, в принципе, сделано в стиль. Возможно, они уже прислушались. Но я, конечно... Не-не, это давно уже. Это троллирование, потому что тут уже даже на русский всё это переведено. То, что они прислушались и даже на русский перевели, это прям вот вряд ли. Но он конкретно, вот, его плейлисты бесят прям. Вот прям в плейлистах всё плохо. Visual Interface. Давай чуть ниже пойдём, третий пункт. Visual Interface, он здесь сравнивает просто, если ты заходишь в библиотеку. Да. Ты видишь, что у них в библиотеке всё очень разрознено, всё большие буквы. Вот это конкретно меня бесит даже уже не как пользователь Apple Music, а просто как пользователя музыки на айфоне. А я здесь дохрена, как ты уже сказал, для наших слушателей. Я не хотел им об этом говорить, а ты уже выдал мои карты, что я много музыки слушаю на телефоне. И меня тоже бесит какое-то говно. Library, кстати, в оригинале, ну, по-русски, медиатека называется. Медиатека, да. Ещё он супер-гений, кроме того, что он сменил шрифт и уменьшил всё, все расстояния. Он ещё и вот эту кнопочку Downloaded Music показывает только тогда, когда у тебя три гэха. Ну, как тебе сказать? Вот я могу с помощью кнопки изменить в его варианте edit, здесь тоже делать загруженную музыку, убрать её, например. Ну вот, а он просто гений, то показывает, то не показывает. Ну, слушай, у меня её сейчас тоже нет. Возможно, у меня нет загруженной музыки просто сейчас на телефоне. Я же всё слушаю через интернет. Ну, кстати, да, у тебя там Apple Match. У меня iTunes Match полный, и у меня вся библиотека всё равно в облаке. То есть я как бы не пользуюсь тем, чем ты пользуешься, но я всё равно их чуть-чуть сковырнул, Apple-овские технологии-то вот эти вот. Ну да, так ты и платишь за... Я и плачу там 750 в год, что ли. Вот, вот. Может быть... Ну нет, 750. Опять же, не знать уже, сколько платишь, как ты, только вот так. Короче, кроме этого, опять же, ну, про кнопочку Watch мы сказали. For You его бесит для вас, которая у нас. Так, а что он предлагает? Его бесит, что там какие-то рекомендации тупорылые. А, ну то есть я-то думал, его бесит именно само название. А так у меня просто кроме... Вот у него My Sampler здесь, Recently Played. Да. А у меня-то тут, поскольку нет самой подписки, у меня лента публикаций. Как твиттерная лента, именно. И вот здесь у меня конкретно Lady Gaga. Твоих именно чуваков. Да, да. И у меня, поскольку Lady Gaga 3 минуты назад выпустила чуть ли не... Я... У меня там плейлисты вот такие вкусные. Да, косые, косые. И это просто досвидос, если честно. Кроме этого, кроме этого, он рекомендует нам сделать, смотри, какую категорию, смотри ниже. Давайте сделаем категорию настроение. И там будут настроение, типа, предлагать, чего вы последнее слушали. Хотя здесь и так предлагают, на самом деле, что ты последнее слушал, но просто вот именно mood, именно настроение. Угу. Вот. У меня есть просто, вы недавно слушали, и там у меня скриллькс полный. Ух ты. Вот. Кроме этого, кроме этого, он хочет какие-то Friday стрим, короче, в общем, классно, хочет улучшить. Должны прислушаться Apple по-любому. Что еще дальше? Сейчас я ниже посмотрю, что прикольного было. Стрим, это, видимо, ты можешь стримить, что ты слушаешь, чтобы потом кто-то это послушал. Потому что он здесь пишет, мы все равно уже расшариваем все в социальные сети, почему бы нам не расшарить то, что мы слушаем? Ну, это он, я так понимаю, чуть-чуть Last.FM-чика сюда привносит. Да, он здесь как-то, да. Давай вот это все опустим. Давай просто подойдем к Apple Music там, где Search, он говорит. Пункт Search. Сейчас я дойду. Жанр you follow, what happened to connect, stop trying to make connect happen. А, ну это вот как раз они троллят вот этот Connect, это то, что типа Twitter, только Apple Music. Что типа все, чуваки, он уже не состоялось, как соцсеть, уже полное говно, дропните его просто и все. Поиск нашел? Соглашусь с ними. Да подожди ты со своим поиском. Броуз, нашел? Да не Броуз, а Search. А, Броуз уже не нужно, да? Угу. Watch нашел, Search нашел, так. Короче, поиск, это да, это прикольная тема, в том, что она постоянно тебя хочет отослать в твою библиотеку. И он здесь говорит об этом, что я постоянно, говорит, набираю Gaga Songs, например, вот как он здесь делает. и мне, точнее, мне показывают, то, блин, нет результатов, если вдруг ее лайбери выбрана. Здесь вот два именно триггерочка, кто не видит. Я вижу. Две кнопочки, ее лайбери и Apple Music. То есть, то, что находится в Apple Music, то есть, все в интернетах, в их лаборатории. И то, что в твоей, короче, библиотеке. Вот. Постоянно путаешь. Блин, ты такой набираешь Gaga Songs, например, а у тебя no results, потому что в твоей библиотеке вообще нет. И тебе нужно выбрать Apple Music. Или ты в Apple Music набираешь, а хотел слушать из своей библиотеки, например. Подожди, так, и что он-то предложит сейчас? Он предлагает, сделайте просто, чтобы ты набираешь. ну, классика, да. Чтобы в твоей библиотеке. Мне сейчас прям нравится. Я вот это вижу, и мне сразу... Вот я просто с этим не столкнулся. Прям бесит, когда no results показывает. Блин, я же в своей библиотеке точно. Вот так вот. Вот это да, это да. Сделать просто все на одной странице, чтобы было. Now Playing. Now Playing, ему знаешь, что не нравится? Нет. На самом деле, Apple, они учитывают твои лайки и дизлайки. Да. Треков. На самом деле, учитывают, но они так глубоко это замуровали дерьмо, что ты лайкать и дизлайкать должен несколько операций сделать. Вот. Чтобы нажать лайк или дизлайк. Поэтому, короче, он тоже это говорит. Давайте хотя бы лайкать и дизлайкать по нажатию на... обложечку. По инстаграму практически. Только как-то дизлайкать будешь, мне интересно. Второй раз нажмешь. А. Ну так раз. Просто, чтобы отменить туда-сюда. Ну да, но именно есть дизлайк, именно чтобы тебе больше не показывали этот трек. Не советовали. Ну, окей. Подожди, а как работает дизлайк? Это не просто отменить лайк, это именно сказать... Нет, это прям фу. Это прям фу. А, ну... Ну, не знаю. Ну все, вот там все, что дальше. Все, классненько-классненько. Поработал на Apple Music. Я вот сейчас пытаюсь понять, как он именно... Ну да, loved on good music for Instagram generation. Сейчас я посмотрю, будет дизлайк или нет. Swipe right? Не, он здесь не сказал. Он пишет, что еще бы он сделал. Ну, блин, он, конечно, именно над UX поработал. То есть, не то, чтобы он прям дизайн конкретно сменил, это все по-прежнему на белом фоне хреновина. Вот это, как, собственно, как и новый Инстаграм. Это-то да, это-то да. Это все, конечно, горе, горе луковое. Это Apple Music. Да и iTunes, и Apple Music, это и то, и другое. Хотя, они, казалось бы, с этого начинали. Мы сейчас это, кто не понял из подписчиков, мы свое мнение высказываем. Начинали-то с этого. Стивыч же все придумал, как хорошо бабок поднимать именно на дистрибьюции музыки. Ну да. И все так просрали, тупо. Прям вот, надо было это все совместить в одно. Сразу Last.fm туда впилить нормальный, типа. И Spotify купить. Если они уже... Ну, Spotify это по факту просто стриминг. То есть у них сейчас и есть типа Spotify. Ну да. В смысле, ты имеешь в виду, что в Spotify продуман уже UX да нельзя, потому что у них только это. Ну типа да. Ну он так хвалит Spotify, я сам не пользовался по мужикам. Просто, насколько я помню, он в России не-ни. Ну он не-ни, ну вот чувак хвалит. Джейсон, Юан. Ему просто Spotify занес. Да все, конечно. По логовичу. Не проплатили, только вот ему проплатили. Так, это... Так. Так. Этот Джордан Слон нам посоветовал про Apple Music. По-моему еще одна тема в дизайне, и это твоя. Есть, есть про Horizontal Lists and Mobile. Она на самом деле очень с твоей перекликается, потому что в дизайне, во-первых, Apple Music, во-вторых, в принципе, в iTunes и у Apple есть до хрена вот этих вот горизонтальных списков, которые ты... Ну ладно. Сулейман Али Шахир, Шакир, вот такой человек, дизайнер приложения, девелопер и самоучка-артист, то есть художник, самоучка, написал темку на UX Design CC. Фронтендер намится при горизонтальной списке в мобилках в скобках от белого мишки. Белый мишка – это логотип UX Design CC. Я думал, от партии «Единая Россия», раз белый мишка. Хой-хой. Так вот, best practices, вообще, как вот на мобилах, это важно, на мобилах здесь некий Бабич у нас нарисовался в виде Сулеймана или Шакира. Да-да-да. Ты, кстати, я-то, когда тебе тогда сказал, что солью чай, я его только залил. И вот сейчас его уже можно слить. Давай. Так вот, он нам именно за мобилы здесь будет тереть. Причем, не то, чтобы он только за мобилы, он скажет, вот, чуваки, а вот на десктопе все ческал делать не надо. Вот так это будет. Никита на самом деле угукает, но вы этого не слышите, потому что он ушел от микрофона. Вот во многих, говорит, андроидных и iOS-ных приложениях есть горизонтальный скроллинг, вот этот вот, типа гридочек, только в один ряд. Мы, говорит, конечно, иногда это сочетаем и с вертикальным списком. Ну, вот, например, из крайнего того, что вам может показаться, хотя, может быть, это я только часто взаимодействую, например, с подкастами в iTunes. Ну, хотя оно и с музыкой тоже так же. То есть есть вот эти ленты длинные по горизонтали, которые можно скроллировать, и там же кнопочка See All, типа всех посмотреть. Так вот, эти горизонтальные ленты это и есть. Оно мне почему-то машину Тьюринга напоминает, длинный автомат вот этот вот. Хотя это нездоровое что-то, если мне хотя бы что-то в жизни напоминает машину Тьюринга, как говорил наш старый преподаватель. А он, во-первых, реально старый, а во-вторых, давно он у нас уже преподавал. Я говорю, ты не говори мне про машину Тьюринга, ты переучен. Я, говорит, один раз мимо него прошел, заглянул туда, испугался и все. Как будто он просто в машину в хиту заглянул. Не слышит то, что говорит Никита, как будто он просто в машину заглянул. У нас настолько сильный будет шумовой гейт, что все равно... Главное, чтобы не гей шумовой. Главное, чтобы не шумовой гей, да, действительно. Так вот, знаешь, я сейчас практически примерно по дню радио. Ты вот ушел с ссать, тебя сильно прям припел. Я вот вывозить один должен это шоу, никак не прерваться. Тяжко, да, тяжко? Вообще тяжко, как тян. Так вот. Я еще сейчас пирожок хавать буду с мясом. Ух ты. Давай. Тут ты причавкивать хотя бы харизматично будешь. То, что все любят, пищики. Ты причем сначала конфетку сладкую взял, сейчас пирожок будешь с мясом. Да, я не думал, что уже чай готов. А, кстати, что у тебя за трава там в чае? Давай мы заэфиром это вообще выясним. Я не понимаю, а что именно? У тебя приход какой-то особый пришел или что? Мне просто интересно, что за трава. Там до хрена, там все вообще. Ты что? То самое, да? Вообще все. Ну ладно, давай. Сулейман Алишакил. Да. Так вот, мы говорим, давайте решим, что есть и горизонтальные, и вертикальные. Как их правильно сочетать? И вообще нужны ли горизонтальные? И вообще, как сделать так, чтобы люди поняли, что горизонтальные, они вообще скролируемые? Да. Потому что иногда ты до него доходишь и даже не листаешь влево-вверх, ты думаешь, а, ну вот тут три мне предлагают, и все, как бы больше ничего. Вообще, чтобы, говорит, подкрепить, что я не сбрендил, и реально такая проблема стоит, ну не проблема, а вообще есть такой concern, можно озаботиться. Вот, говорит, возьмите Netflix. У них есть вот эти горизонтальные списки. Сразу же, ты заходишь на главную, и сразу my list, то, что у тебя добавлено, видимо, в просмотренное или в хочу посмотреть. Купленное, может быть. А там же не покупают, там подписка. Или что? Я сейчас, возможно, роковую ошибку допустил. Я тоже не знаю. Насрать. У нас не работает, по-моему. Хотя, по-моему, недавно же Netflix в Россию пришел. Да ничего там не работает. Хотя нет, там, наверное, работает, но там нет, не знаю. Насрать, короче. Опять же, в общем, здесь можно, хотя ты можешь, естественно, это посмотреть сейчас пока. Netflix цены, вот такое, ввести что-нибудь. Top picks for you recently added. это все, все это горизонтально скролируется. На самом деле, когда ты открываешь Netflix, хочется прям их проскроллировать. И здесь он нам сейчас будет говорить конкретно по пунктам. Что же такого делают дизайнеры, чтобы нам хотелось по горизонтали свайпнуть. Вообще, давайте, вы меня сразу поправите, что в большинстве случаев люди скроллируют вертикально. Ну, это вообще серьезно. Это же вот первое, что вы делаете, когда куда-то заходите, открываете проезжение, вы скроллите по вертикали. Везде уже ленты, вот это все, вот все вертикальное. Ну, так говорит, иногда вы сначала проверяете уведомления, и только потом скроллируете, но все равно вертикально. Поэтому, как люди должны знать, что горизонтально тоже можно скроллить? Ну, во-первых, нужно хоть чуть-чуть показывать того, что, вот смотри, он нам говорит, что горизонтальные списки лучше всего применять тогда, когда у нас есть небольшой под... Под списочек гомогенного контента, который часть гетерогенного контента. Нормально тебе? Сулейман, что творите? Сулейман пытается нам сказать, вот есть у тебя книги, а у книг есть жанры. Хоррор, сайнс-фикшн или адвенчерс. Так. Так вот, все книги мы скроллим вертикально, а жанры мы скроллим по горизонтали. Жанры — это гомогенный контент, это, то есть все книги, они одного жанра, он гомогенный, а гетерогенные — это сами книги, много жанров, поэтому мы по вертикали перемещаемся по полке. А гомогенный — это что такое? Чтобы 17-й раз ты повторил, но вообще я понял. Make sense, да? Ну все. Make sense, даже при том, что я пирожок кушал мясо. Даже, да, пирожок. Главное, даже если ты ешь и понял, значит до наших подписчиков тем более дошло. В Play Store, в Android тоже у них recommended for you, вот эти все списки, они горизонтальные здесь делают. Ну, собственно, в самом iOS-инке в App Store, я вам скажу по секрету, он здесь почему-то не прикладывает скриншотов. Видимо, нищеброд сраный, только с Android сидит, Сулейман. А я. А что ты сначала хотел? Ну, про то, что я вещи бросил. Вот, да. Я сам тут попивать еще успеваю. Да. Вообще нормально, полный интерактив. В общем, и на десктопе, в iTunes тоже оно вот так же горизонтально скролируется. Вот еще, говорит, на Amazon тоже What's Next можно скролить по горизонтали. Само меню у них горизонтальное. И даже слайдеры есть в хедере. Fear the Walking Dead от Season 1. Валькин Дед. Почему-то они решили первый сезон отряхнуть, не с хрена. Ну, это же Amazon, они продают, как обычно, Blu-ray с ним. Ну, это Amazon, и я думаю, Amazon на мобилах, они не Blu-ray продают. Хотя написано Stream All Episodes. Вот да. Просто там, мало то, что Stream All Episodes, там есть ленточка Prime, а Prime это суперприоритетная доставка. Если тебе уже стримы доставлять будут. Не, ну, Amazon Prime, это у них сервис же такой. Это сервис по быстрой доставке, физической, твою мать. Не, не, это у них все уже сейчас, тема такая. Это, это типа, у них прямо есть Amazon Prime, и там всякие фишечки для тех, кто... А Optimus Prime у них есть? Я не знаю. Ладно, как же сделать горизонтальные списки, чтобы их можно было скроллировать? Вообще, говорит, я сказал для мобайл, но вот так в вебе это делается. Слайдеры, стрелочки с боков и точечки снизу или сверху, чтобы понимать, что это каруселька. Так. И, говорит, вот вы увидели веб-версию? Вот так, говорит, не надо делать для мобилы. Не надо никаких стрелочек, точечек и так далее. Мобилы, говорит, поддерживают жесты, поэтому надо, чтобы все жестами скроллировать. Хотя, опять же, топовые галерейки, типа, оу, карусель, они на мобилах переделываются в то, что ты можешь их пальцем туда-сюда, влево-вправо скроллить и все. Ну да. Но вот он говорит, что индикаторы должны быть не точечные, а именно скролл-бар. Конкретно он нам показывает, что скролл-бар покрывает там половину, и ты такой думаешь, ага, значит, еще половину можно проскроллить. Ты хотел сказать, как кобылу? Твои любимые. Во-первых, да, во-вторых, это хорошо, если ты не тупой, да, и смог сделать, чтобы на всех разрешениях телефона чуть-чуть выглядывало, чуть-чуть подтарчивало. Это будет сегодня, это не будет, это уже было, может и будет. Уже было, я посмотрел на часы, на 11 по-челябинску я сегодня поставил в паблик статью, где сказано, как сделать, чтобы под каждое разрешение чуть-чуть подтарчивало. С помощью функции calc, CSS, от calculate, и единиц, которые вв и вх, вьюпорт with, вьюпорт height, чтобы не в пикселях, ремах, емах, а в процентах от вьюпорта. И это как раз то, что ты сказал, что всегда 30%, например, подтарчивало. Да. Но это, что касается веб-верстки, я не знаю, какой там у андроидов и iOS-ник движочек для верстания, но наверняка там тоже есть что-то подобное. И он как раз и говорит, что надо, чтобы чуть-чуть подтарчивало всегда, чуть-чуть, и тогда будет понятно, что можно дальше скроллить, потому что, ну, торчить же, значит, надо посмотреть полностью это. Ты начинаешь его тянуть за всякое. И уже, блин, а там еще, еще, еще и так далее. Второе, кнопочка see more, которая ведет на полный грид. И вот, когда ты уже жмешь see more, там уже лучше, чтобы вертикально был скроллинг, потому что ты уже хочешь всех посмотреть, и там ты уже большой массив данных вот в это вот, чуть-чуть в полосочки обрабатывать, ну, это тупо просто, он же уже большой, на весь экран лучше его развернуть просто и все. А вот в этом горизонтальном списке показать там 10 топовых, может быть, даже 6 или 7. Хорошо. Как я выбираю вот эти цифры, 6, 7 просто, а вот у меня подгружаются, они откуда-то приходят мне из-под корки, над корки, над мозгом, я думаю, в этот момент. Так вот, поэтому, почему вертикально надо? Вертикально легко пропускать глазами контент. Ты можешь прям сразу три ряда, четыре пропустить сверх глаз. А когда ты горизонтально скроллишь, ты прям вот, каждая у тебя зацепляется за взгляд, тебя это бесит, и ты вообще уходишь. Поэтому, когда мы делаем C more, весь грид должен быть все-таки вертикально скроллироваться. Так, адаптивность, то, что ты говоришь, всегда надо, чтобы подтарчивало. Вы, говорит, проверьте, если у вас будет вот так край в край одинаковые отступы, никто не поймет, что можно скроллить. Поэтому, избегайте таких провалов, потому что, говорит, это ж не проблема UI, что горизонтальные списки говно, нет, это проблема тебя как дизайнера, нет никакого визуального идентификатора, что там дальше можно что-то как-то, что-то. Что касается планшетов, он говорит, здесь есть несколько вариантов, либо делать так же, как на мобиле, но делать ограничения контейнером, чтобы только по центру оно скроллировалось, и так же с C more. Так. Либо, говорит, даже и не скроллировать, просто небольшой гридик из пяти элементов, их же уже много влезло, уже достаточно для того, чтобы понять, так сказать, сникпик. О чем? Да, понять, что за жанр, допустим, хоррор, и там сразу, хоп, чужой. Валькин Дед. Хоп, Валькин Дед, хоп, Игра Престолов, опа, неожиданно, да? И Брейкин Бэт. Хоррора, базара нет. И ты такой, блин, надо C more посмотреть, что за бред, почему у них. Согласен, согласен. И все, и тебя заманиваешь, всякие там проклятия, всякие там вот очень страшное кино, говно, всякое посредственное. Никого не хотел обидеть, очень страшное кино, отличная пародия, просто в хоррор. Думаешь, нас сейчас режиссер слушает и обиделся сейчас? Возможно, даже Анна Феррис, которая исполнила главную роль, вот так скатились от писка, ненавижу их. Limit Horizontal Content on Tablets, это как раз вот, чтобы на планшетах не торчало, а все-таки было то, что я сказал. 5-6, и уже понятно, что можно C more сделать, и все. И здесь топ-хайлайт есть. Каждый раз, когда посещаете сайт, у вас процесс обучения. Как туалет. Да. Но. ВС, Ватерсайт, как Ватерклозит, так Ватерсайт. Водный сайт, когда посещаете. Вебсайт. Ух ты, нихрена ты. Да, я именно так. Ну, после пирожка я просто начал соображать. Ты поумнел вообще, прямо на глазах просто. Ты сижу, там какой-то баран, не понимает, а тут хоп, Вебсайт, ВС, ну да, Вебсайт еще. Вебклозит, Ватерклозит, там как бы си. Ну, по-моему, а тут-то сайты. Вся, вся, это какое-то видео, я не знаю. Ой, ладно. Короче говоря, мозг у вас каждый раз учится, и поэтому надо, чтобы не было много каких-либо элементов для загрузки. кроме шуток на телеграфе. А, что-то, телеграф коу-юкей. Я сейчас думаю, он говорит, вы почитайте еще статью по поводу того, что там. Типа, с чем согласна телеграф, как-то телеграф? На чем, ну-ну-ну. Не, просто на телеграфе написали статью о том, что у людей, когда касается смартфонов, память еще меньше, чем у рыбки золотой, поэтому не надо их нагружать говном большим. Я-то думал, это тот телеграф, который telegra.ph, который дуровское новое дерьмо, но нет, там telegraph.co.uk, к сожалению. Ну, понятие. Так вот, snap horizontal scrolling это перехватывание скроллинга, что сколько бы ты не проскроллил, он всегда именно, так скажем, тебя переведет на тот элемент, когда будет подтарчивать. Ну-ну-ну. То есть, это, на самом деле, я бы сейчас высказался против этого дерьма, потому что мы нативное поведение скроллинга отнимаем у пользователей и заставляем его двигаться по каким-то вот таким вот шажочкам. меня тоже бесит. Вот, но нам он это рекомендует. Я считаю, что мы все-таки, если он нам скажет с восьмого этажа спрыгнуть, что мы тоже спрыгнем, что я думаю, надо все продумывать, что он говорит. Седьмое, это важно, нужно показать конец и начало. Ну-ка. Ну, то есть, вот когда ты в Google материал дизайне скроллишь и упираешься в потолок, ты тоже начинаешь подскролливать и тебе тень оттуда такая находит, все, чувак, все, 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 не тыркай меня. Это слишком классная тема, кстати. Ну, вот да. Если вы еще такое предусмотрите, это вы будете. слушай, вот у нас на сайте есть такое. У нас на сайте меню с тобой горизонтальное, чтобы ты понимал. Это-то да. И там, когда ты доскролливаешь, пропадает тенька беленькая. Типа все, подошел до, дошел до точки кипения. Поэтому, да, это можно делать. И вы, вы говорите еще, добавляйте экстра спейсинг. Ну, то есть, у вас в начале ленты вот этой вот между первым ячейкой машины Тюринга и краем 16, допустим, пикселей, а между самими ячейками 8. Чтобы ты понимал, что это, это межячеечное расстояние, а то это все-таки уже край. Ну, это так. Я, наверное, на слуху дерьмо воспринимается, но тем не менее. Межячеечное. Что касается вертикального скроллинга, например, говорит, градиентиком там добавьте, что можно дальше еще скроллить. Что чуть-чуть уходит фейдаутом таким, беленьким, допустим. Ну, лучше, чтобы транспарентным каешь. И типа, что можно дальше вниз скроллировать, что есть там что-то еще неизведанное, и ты такой, вау, вау, а что там, что там. Никогда, говорит, не конфьюзьте вкладки с этими списками. Почему дурак не сделал ни одной картинки, что такое горизонтальные вкладки? Я не понял. Сулейман, Али, Шакир. Какого хрена? Нет, ну ты себе можешь горизонтальные вкладки представить? Нет. В браузере. Вот я не могу. Ну ладно, как в браузере могу. Но, чем тогда отличаются вкладки от списка конкретно тут? Я думаю, он нет, имеет в виду, что бывает, когда ты, вот допустим, в Инстаграм, ты влево-вправо скроллишь, и там есть вкладка лента, если ты вправо, там типа поиск, и влево типа запостить. Да, да, да. Вот говорит, не надо и то, и другое смешивать. Что ты вот сверху, как в этом, как в самом Apple на локскрине. Но. Сверху провел, у тебя одно включилось, снизу провел другое. Вот это вот говно. Нужно, чтобы был consistent experience. И поэтому, да, альтернативы, говорит, какие? Просто грид показывать, кроме шуток, или три, или два, то есть, ну, три в строчку, или две в строчку. На планшетах ограничивать контейнером еще, или показывать еще вот по тебе практически, вот я. Кого? У него, кстати, все скрины с Android, видимо, он все-таки реально нищеброд. Э. По тебе, в смысле, он здесь в Music Library показывает, и там именно такие плейлисты, которые поделены просто на четыре квадратики, и там обложки. Вижу. И то есть, вот показывать такие группки, что в них несколько элементов, а так, и ты когда на них жмешь, уже see all у тебя происходит. See all. В общем, есть преимущество, чтобы вот не делать горизонтально, это потому, что вертикально это нативно для людей. Но в принципе, в принципе, если уже люди более или менее адаптировались, горизонтально эти списки много где используются, поэтому можно потихонечку внедрять, если имеет смысл. Опять же, у нас сегодня такой подкаст, который думайте сами, решайте сами, использовать или не использовать. Думаешь, остальные тоже там делают про чужого будет? Там вообще хорошо. Думайте сами или не думайте. Думать об этом на ночь или нет. Приснится вам какой-нибудь ксеноморф, или лицехват, или грудолом. Или яйцехват. Окей. Почему ты мне не сразу, что зашло еще? Сейчас светские новости будем. Мы же, в принципе, сказали уже все про Сулейманыча. Или еще будем? Будешь свое мнение говорить? Ну, мое мнение, что на самом деле Сулейманыч, он как будто маленько опоздал, как настоящий гений. Он или опаздывает, или опережает свое время, потому что уже везде практически в солидных таких вот сервисах, что в вэпловских всех сервисах на телефоне, что Нетфликс, и что хринетфликс, и все везде, уже такие сделаны горизонтальные скроллы. Причем, я хочу сейчас вспомнить, то ли это чуваки с Windows начали так запариваться, то есть кто-то начал первый. Чего ты, как с Windows свинешь? То ли с Windows, то ли хрен его знает. Ну, серьезно, я не помню. Чуваки, напишите в комментариях, откуда начались горизонтальные скроллы. Может быть, вы скажете с uvbizign.ru, мы первые. С машины Тюринга они начались. Да базара нет, заглянул и спугался. Ладно, короче, светские новости. Я залайкал ему статью, хотя вот я сейчас сниму лайк, потому что я разочаровался в его говне в этом, от Мишки, от Белого. Короче, фронтендер прокомментировал еще пару тем, накидал нам, прощай, MP3 мы тебя не забудем, мы посмотрим именно эту тему, первую. Но Нерон Инсомниус подкинул еще туда одну, она на русском, и мы, собственно, посмотрим на нее. Нерон Инсомниус меня хренососил в YouTube-комментариях, что мы Apple-фанбой, и что нам застлало уже, и мы не способны адекватно нихрена воспринимать. Все, не его будем смотреть, будем фронтендеровскую смотреть. Короче, MP3 официально стал свободным. Ну так подожди, мне-то что открывать? Ну конечно, Нерон Инсомниус он нас хренососил. Ладно, согласен. Короче, на N плюс 1, наука плюс 1, пишут такую вот статью. Казалось бы, они могли громче заголовок сделать, что типа MP3 все, например. Вот просто два слова. Но сделали, MP3 официально стал свободным. И о чем статья? О том, что... Блин, здесь во-первых классический скин на VNAMP. Я не знаю, сейчас вообще можно VNAMP скачать или нет. Не знаю, мне кажется, только если в какую-нибудь пиратку. Потому что тут-то реально я... Вот в таком VNAMP я видел те самые плейлисты, которые крутые. Да-да-да. Я бы еще сказал, у кого, но не хочется просто срамить человека на всю страну на весь мир. Согласен, совещаем. Короче, Институт интегральных схем общества Фраун Гофера, а именно эти пацаны заведовали патентами на MP3-ху, официально попрощался с кодеком и форматом файлов MP3. То есть эти пацаны, они заведовали всеми-всеми документами, ну, большим количеством документов патентов на MP3. Срок действия ключевых патентов, связанных с MP3, истек еще в конце апреля. Об этом сообщает National Public Radio. Просто вот представь себе, вот ты сейчас в офисах не так часто бываешь, но просто представь себе вот эти вот подставки под бумаги, которые вот так можно как башню один на один стакать, и это типа разделители. То есть ты можешь вкладывать на первую полочку, на вторую, на третью, именно вот разделять, ну, по категориям. Патенты лежат. Вот у них такая стопка MP3-шная, ты просто видишь, что они владели документом. Он у них такая стояла, один про MP1, другой про MP2, по бреду, третий про MP3. Вот. И они вот ее все взяли и в мусорное ведро просто выкили, что и слили. Слили. Почему? Потому что подавляющее большинство разработчиков-медиаплееров включает в свой продукт, вы знаете, MP3. Но! Но! Здесь, кстати говоря, есть картиночка отчисления некоторым патентодержателям, те, которые со стопками именно. Патент держателям за использование кодек MP3. Так вот, вы посмотрите на отчисления. Там отчисления, короче, в центах, но понимаете, что там за каждую писечку использованную, там все досвидуясь. Стоит отметить, что разные патенты, касавшиеся MP3, принадлежали разным компаниям, что порождало постоянные споры и суды. Кто у кого что отсудит, какие чё, кто будет как кодировать и так далее. То есть, это касаемо не конкретно там треков лепса MP3-чных. Это касаемо конкретно формата. Воспроизводящих устройств. Да. Я просто смотрю, что да. В результате некоторые производители устройств вовсе не платили за лицензию MP3. Правильно. Да. В то время, как другие выплачивали отчисления в размере нескольких десятков центов за одно устройство. А компания Alcatel Lucent, например, отсудила у Microsoft 1,53 миллиарда долларов. У тебя есть какие-то деньги в данный момент? Ну, слушай, половина, да? Я сейчас сужусь с Microsoft как раз тоже. Они как с Windows себя просто ведут со своей десяткой на Creators превью сраной. Вот. Короче, короче. В заявлении Института интегральных схем общества Фраунгофера говорится, что программа лицензирования, связанная с патентами, на MP3 официально прекращена. По словам представителей Института, будущее за кодеками, которые эффективно сжимают аудио, например, АААК или разрабатываем MPEG-H. Но, несмотря на это, сообща официальной смерти MP3 на самом деле нету. Означает, что поддержка MP3 может встраивать свои продукты без каких-либо отчислений организациям, владеющими патентами. То есть, китайские плееры будут еще MP3-шки воспроизводить, я думаю, 10 тысяч миллионов лет. Так они и так воспроизводители. Ну, в смысле, теперь они будут, они и так не платили. А теперь они прям официально будут не платить. Ну, вот. Так что, вот об этом новость. Но я тебе так могу сказать, ААК уже давным-давно во всех видеофайлах звуковая дорожка в ААК. Уже прям вот годы. Ну, кто серьезный, солидольный пацан? Да, хоть кто, даже в АВишках уже во всех давно ААК. Так. Это первое, что я тебе хотел сказать. Второе, что я тебе хотел сказать в Apple Music или в iTunes, как тебе удобно. Там тоже давно уже ААК, что характерно. Advanced Audio Codec расшифровывается. Это я просто из жизни знаю, из своей. Хреновая у тебя жизнь. Согласен. Вот, чтобы дотянуть до 320 килобайт или килобит, килобит в секунду. КБПС. КБПС МП3-шного. ААКу нужно всего 256 КБПС. О! То есть, грубо говоря, файлы меньше весят ААКовские, чем МП3-шные при том же качестве. Ну да. Поэтому это действительно более адекватный кодек. Не то, что ты. Поэтому. А про MPEG-H ты что-нибудь слышал? Ничего не знаю. Вообще первый раз слышу, вижу. Напишите на комментариях. Видимо, это еще круче. Слушай, пусть сам Neuron Somnius, он же нас хренососил когда-то, что мы Apple. Пусть про MPEG-H напишет прям в комментариях. Вдруг в андроидах как раз MPEG-H используется у него там. Думаешь? Все может быть. Я, знаешь, давай, ты пока вот пьешь, откинулся, закурил, я тебе краткую историю расскажу. Приходит к нам доктор в поликлинике в наш отдел. Так. Слушайте, говорит, ребят, у меня тут есть планшет, там нет русского языка. Угу. Какой планшет? Ну, Samsung. А английский хотя бы есть? Это важно. Английский есть, да. Хорошо. Ну, говорит, Samsung. Я говорю, ну, наверное, Android. Я думаю про себя, в Android стопудово есть язык. Ну, говорю, он достает планшет, и там нормальный, добротный Samsung Galaxy Tab 4 актуальный. Но не подделка. Не как я сталкивался. Не, не, никого. В белкиновском кожаном чехле, мать твою. Ну, окей. И я такой, ага. У вас, говорит, тут симка еще какая-то. Открывай, там верайзеновская симка. Нихрена. Я захожу в настройки language, только English, Espanol, Franzose, Deutsch и китайский. Ну, то есть лучших стран мира. Да. Я такой, ну-ка, подключаюсь к нашей Wi-Fi, проверяю апдейт, он говорит, говно, у тебя Wi-Fi, не могу проверить апдейт. У тебя не американский Wi-Fi, нормально. Да, да, да. Кроме шуток, примерно так. Но он мне, естественно, по-английски так говорит, я говорю, базару нет. Тыкаю в банку к себе. Банка – это компьютер на челябинском жаргоне. Опять же, кто-то не поймет. Постоянно я сидел. Напишите в комментариях, кто не понимает. Ну, просто, чтобы знать, в каких регионах это не распространено. Я ставлю эту утилиту Samsung, типа, там, Smart Sync, Smart Connect, это H. Туда, у тебя, говорит, вот такой-то там SM534 или 531V. И V – это именно он защит под Verizon. Да, он защит под Verizon. Есть, говорит, типа, новая прошла 5.1.1. Я не знаю, это актуально сейчас, нет? Не знаю. Android. Ну, может быть, для этого планшета конкретно актуально. Это последняя прошла, которая он мог. Уже седьмой. Это, да, уже есть седьмой. Там, значит, лолипоп последний. 5.1.1 – это стопудово лолипоп. Да. Так вот, он говорит, есть 5.1.1, а у него там чуть ли не 4 там какая-то хрень стоит. Ну, ты решил переброшить, да? Ну, я думаю, ну, обновлю прошивку, вдруг русский язык добавили. Обновляется, все нормально обновил, там, он все приложения обновил, именно вот самсунговские, вот эти, которые в эту х встроены в самом. И, ну, я начал читать на форумах, естественно, там надо уже рутовый доступ получать, перепрошивать кастомным говном, чтобы русский язык там и так далее. Ну, я отдал, говорю, вы слушайте, идите к людям, которые андроидами занимаются, сейчас за кирпичем вам планшет. И она такая, ну, слушай, а вдруг она меня сейчас слушает, я ее личную информацию раскрою. Ну, короче, вот такой случай был, есть, оказывается. А все, там дальше что-то еще будет интересного? Да не будет, я просто про андроиды вспомнил сейчас, что бывает, оказывается, вот такие андроиды, в которых нет русского языка, которые вот прям true официальные. Именно верайзеновские планшеты. Я не знаю, если туда билайновскую симку поставить, будет ли он нормально работать. Так надо было потестить. Ну, у меня не было микро именно симки, понимаешь, там именно, по-моему, микров, я сейчас не вспомню, кстати. Ну, ясно. Но выглядело как микро. Да у тебя все выглядит как микро. Вот, да. Да и как бы просто, потому что не очень-то и хотелось. Вот зачем мне это заниматься? Вот я согласен. Вот с андроидовскими устройствами? Да, я их каждый раз беру, и я, твою мать, просто думаю каждый раз, даже как просто их включить, что-то зайти. Ну, это мы уже Apple как кто? А я не помню, как он нас там обозвал. Ну, не Apple Drotcher, нет, там что-то было нейтральное. Apple Fanboy или Apple Boy, или просто фанбой, или яблочный фанбой. Яблофилы. Ну, этого вот тоже не было, это жесткость. Такой я бы сразу глаз выкол. Ладно, следующая новость из Светских, закрывающая раздел Светский, перейдем к разработке дальше. Но пока, пока, Telegram-блог, да, Telegram-блог вещает нам, что оказывается в Телеграме, в том самом, в котором у нас есть чатик в Телеграме, куда в описании надо написать, да, появились, добавились, видео-месседжес. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что у нас есть еще и telegram.me slash YouTube Design, это наш Телеграм-канал официальный, в котором тоже все новости выходят. А на него кто-нибудь вообще подписан? Ну да, человек 400. Ни хрена. Кроме шуток. То есть мы что-то, мы популярны, на него больше подписаны, чем на чатик, потому что там не срут, не ссут мемами деградации, мемасиками. Да уж. Зато теперь для тех, кто особый деградант, особый деградант, появились видеосообщения в Телеграме. Телеграм дообновился до 4.0. Да, и вот эти видеосообщения, которые добавились в 4.0, они, не знаю, они какие-то такие хаитэчные, тут так написано, что если, вот ты, допустим, снимаешь видеосообщение в Телеграме, оно сразу же кодируется, на лету, залетает. В это время чувак... Интересно, на клиенте или на сервере? Может, чувак, подрубить, включить. Ты пока, ты еще только заканчиваешь записывать, а он уже может начало начать смотреть. Обрати внимание, у Телочки, которая капитан, у нее Телеграмовский логотип на шляпе. Заметил ты такую деталь, если бы я не сказал? Блин, вот сейчас заметил, вот сейчас заметил. Видишь, как круто. Я заметил, что у нее именно перевязана рубашка. По геям, но поскольку она дама, ей позволительно. Почему по геям? По пиратам. А, так пираты делают? Я думал, геи. Ну ладно, пиратки, условно. Ну вот да. Кстати, идете на пиратов или нет, напишите в комментариях. Или вы этот кал не будете смотреть? Или это только для фанбоев? Короче, знаешь, что еще есть? Там видосы, картинка в картинке, я смотрю, можно воспроизводить. Там какие-то видосы, они почему-то в круге. Ну, просто. И они могут быть сверху, то есть пока ты в круге вещаешь, ты можешь переключаться по другим чатам, а у тебя вот видео будет поверх. Хреначить. Ну вот я и говорю, картинка в картинке. Короче говоря, Телеграм конкретно работает вот с видео, трансляциями. Я так понимаю, это не то, что Google как Google трансляция, не то, что как прям стриминг. Это просто запись, видеозапись, видимо, но она очень быстро обрабатывается, вот как я понял. Я думаю, ты про что, про телескоп? Нет, пока не про телескоп, пока просто про месседжес. Ну, видимо, это просто сообщение, правильно? Ну да, просто, видимо, если оно долго, если кто-то тебе записал в виде обращения по путечке на 5 минут, ты можешь его смотреть и попутно серфить Дуровс Ченнел. Ну, там просто на скрине Дуровс Ченнел. Мне каждый раз интересно, путечка, это все-таки он в толчок ходит, пока он вот общается 5 часов с прессой. Ну, нет, конечно. Он вообще его всегда показывает. Ну, в смысле, может там как-нибудь как это, как у велосипедистов можно по ноге опускать. Ну, во-первых, это. Во-вторых, там же иногда включение из наших колл-центров. Вот пока колл-центр, он быстро, сейчас, чуваки, быстро. Причем он все равно не уходит, он по ноге опускает, просто его лицо хотя бы не показывает. Нет, но никому не стремно, потому что все СМИ, они так же сидят и тоже опускают. Напишите комментарии, если мы фанбои. Телескоп. Телескоп это все-таки дополнительный сервис, который запущен видимо специально в поддержку Телеграма, естественно, он идет в ногу с Телеграмом, так скажем, чтобы конкретно известные люди, а может быть малоизвестные, запускали видимо стриминговые видосы, правильно? Какие-то. У всех паблик-каналов, в том числе у нашего, есть Телескоп, ссылка teleskow.pe И можно подрубить. Давай я попробую сейчас зайти на ювеб-дизайн. Так давай, мы же подрубим. Ну, слушай, давай. У меня телефон, правда, изъяли. А, ну тогда ладно, хрен с ним. Не, а там мы, если подрубим, это куда улетит вообще? Трубу, я не знаю. Вообще, все видео-месседжи by uweb-design will be shown here. Но, слушай, давай мы прямо вот после этой записи подкаста запишем видеообращение, типа, смотрите завтра наш подкаст, охренеть, круто, вау, супер, дик. Давай, давай. И вы, уважаемые подписчики, когда будете смотреть этот подкаст уже в записи, сможете зайти на teleskow.pe slash uweb-design и там уже непосредственно, да. Классненько. Интервективно. Блин, я даже сейчас не буду закрывать это, мы забудем, сейчас упоримся, уснем и все. Слышишь, разработка, что будем делать с разработкой? Паузу? Будем перерыв делать. Подожди, ты что, ты только последнюю новость, что ли, посмотрел? Все. Так это одна треть. Там, смотри, даже у них... Ты телеграм-фанбой, что ли, я не понимаю? Ты нейрон-инсомниус, где ты вообще? Я не понимаю. Ты видишь там... Как ты допускаешь? Я сейчас... Ладно, Payments for Bots. Короче, короче, короче. Там теперь можно с помощью ботов, видимо, что-то покупать, платить. Просто можно пожертвование принимать. Мы можем написать ее в дизайн бота, который бабки с людей собирает. Ну охренеть теперь. Вот я как бы что могу сказать? Ладно, хорошо. Есть еще Instant Views, это новиночка. И она вот меня бесит. Меня, если честно, бесят кнопки в сообщениях. Вот Instant Views это такая кнопка, чтобы открыть, и у тебя, допустим, какой-то article, какая-то статья открылась прямо внутри Телеграма. Ну. И не переходя в браузер, не редирект, и вот Instant Views это такая большая кнопка. Как Facebook articles. Меня бесит. И как AMP. Бесит, к сожалению. А я ни разу не видал. Я, к сожалению, уже... А где ты видал? У такой старый человек. А где как? А-а-а-а-а. Если ты зайдешь в Телеграм, и зайдешь в чат с Телеграмом с крутыми пацанами, у них эти кнопки работают. Ну, у них что, какая-то спецразметка, что ли, добавлена была? Я вижу, да, спасибо. Я пытаюсь понять теперь, мне какого ха... Там вот такой кал. А, смотри, ты типа сейчас у тебя ночь, и поэтому там у тебя темненько. Ну вот мне не нравится. Ну слушай, нет, я с тобой согласен, мне тоже все эти ускорители не очень нравятся. Я просто пытаюсь понять tips for website owners. Ну, которые овнят. Simply have a developer at the day a template for your site. Да, то есть надо что-то добавлять. Я сейчас к нам на сайт добавлю, и что делать будешь? Че, блевать будем от нашего сайта? Так, ну-ка. Simply set specially formatted links to your subscribers, and they will get instant... Ну, я посмотрю потом. Опять же. Посмотри, посмотри, да. Вот. Че еще? Видео calls, кстати говоря, есть. Оказывается. И тут чувак прям из ванны звонит чувихе. Это где мы сейчас? На тайке. На тачке. Следующая, четвертая новость уже. Но это давно уже было. Давно, да? Ну все. Подожди, voice calls. И это давно я тебе уже даже рассказывал. А, voice calls, да. Конечно. Простите. И это я тестил уже даже. Это говно, как в WhatsApp. Оно с небольшим лагом работает. FaceTime все равно лучше. Вот если у вас iPhone, а мы фанбой, да. Фейстайм это прям идеально. Это кристальная слеза ребенка вообще по тому, какое качество звука. Потом, когда, естественно, у тебя прерывается, потому что ты мимо завода едешь, у тебя все там, LTE все заглушило нахрен. Ты такой по сотовому перезванишь и сразу звук как будто из толчка откуда-то. По сравнению с Facebook чистейшим, какой-то человек перед тобой сидит. С FaceTime. Опа! Ты что-то немножко это, Цукербергом подернулся. Сарясики, сарясики. Ладно, мы уходим на перерыв, на заслуженный. Согласен, заслужили, по-моему, как косточку. Сахарную. Потом у нас еще два раздела, готовьтесь, очень интересно. Я вам серьезно предрекаю, что сегодняшний научпоп будет даже интереснее, чем разработка, хотя разработка гениальная сегодня. Да, даже прям вот JavaScript, 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 JavaScript будет в разработке. Да. Увидимся после перерыва. ADD, маркер, пауза. Итак, у нас сейчас первая тема. Она называется SmartApe. Лучший хостинг, который мы советуем всем вам попробовать. На youwebdesign.ru slash smartape можете пройти по реферальной ссылке и зарегистрироваться. Что, кстати говоря, вам не даст никакой скидки. Абсолютно. Вы всего лишь поддержите наш проект и где-то в мире не умрет один котенок. Вот это классические шуточки. Я думал обезьянка, потому что как бы... А, ну слушай, ну у нас все равно котенок. Это значит, если вы хотите в планете обезьян, вот в фильме, поддержать сторону обезьян, то обязательно... Ну там его Цезарь просто зовут, насколько я помню. Одного из главных. Я просто не смотрел ни одного. Ни старых, ни новых, но знаю из трейлера. Поэтому youwebdesign.ru slash smartape. Ты можешь что-нибудь еще такое вот сказать из свеженького? Что там они вообще, как живут-то наш хостинг замечательный? Кроме того, что мы с тобой пользуемся им полностью. У нас все работает на нем. У нас вся жизнь на нем. По поводу как живут, так я вот знаешь, периодически... А, вот этот WannaCry их не затронул, кстати. Да кого у них? Что ты думаешь, что там хоть один Windows есть, что ли? У них же все там Unix only, и это хорошо. Никаких тебе ИС-серверов беспонтовых. Это только в Azure, в Microsoft SKT. Кстати, чтобы ты знал, у нас через неделю будет темка все-таки про второй день Microsoft Build, да, где они свой дизайн-лэнгвич представили, Microsoft Fluent Design. А что мы в этот раз не взяли? А потому что уже я поздно вспомнил про то, что нас качнул не Челентанович за базар, что мы не сделали там ни хрена. Да. И я это вспомнил, когда у нас уже утвержденный был шорт-лист. Представляешь, мне потом опять в бухгалтерию подписываешься на одну темку сменить. На хрен надо? Я думаю, уже... Подожду. А мне сейчас спросят, кто это предложил? Не Челентанович? Подождет. Да. Ты еще сейчас доплатишь за то, что он... Ты еще перенес нам доп-темку сейчас. У нас уже выверено. Все, вам уже кофе подвезли вот ровно под семь тем. Будет, если восемь, не хватит уже все. Из бюджета выбейтесь. Коту смарт-тейпа, все хорошо. Кто-то писал недавно, что плохой саппорт, все плохо там, сервер лежит, два дня сайты недоступны. Я вот как страшный сон это вспоминаю, не верю этому человеку. Вот недавно я под домен делал на одном из доменов своих заказчиков для того, чтобы протестировать именно тестовый билд. И я им говорю, типа, чуваки, что-то долго, DNS там, адреса там не приваливается. Я уже под домен вроде расшарил, уже все залил, уже базу данных подключил, а все еще у меня там нет. И он говорит, да нет, чувак, все уже работает. Я обновляю, и все работает. Я не знаю, сделал он что-то или просто совпало. Магия. Магия. Да, да. Мне, знаешь, кажется, они как боги из машины, как Гэндальф. Ты им говоришь, они хоп спускаются к тебе, все решают и все. Напишите в комментариях, если вы знаете вообще, откуда пошло вот это выражение Deus Ex Machine, бог из машины. Поставьте лайк, если вы знаете. Своё yourbusiness.ru slash smart tape. Лучший в мире хостинг. Попробуй уже сейчас вместе с нами по нашей реферальной ссылке. Спасибо. Теперь вторая тема из-за разработки. 2017 автостопом по галактике JavaScript. Кьюбик нам ее предложил. Предложил нам Кьюбик. Анна Хсхабра. Это новость. И это, собственно, какой-то коммерс некий написал эту новость. Коммерс, я думаю, он. Да. И он еще, обрати внимание, кодер от бога, возможно, от того бога, который из машины. Это расшифровка доклада Ильи Климова на конференции JavaScript A Few Days. A Few Days. Представляешь, вот Илья Климов вроде звучит как русский чувак, но его все равно приходится расшифровывать. Он, возможно, как вирус-шифровальщик, зашифровал свой доклад случайно. Я попытаюсь, 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 так скажем, называть некие вехи JavaScript, а вы попытаетесь, если что, потом чекнуть эту статью для более подробного погружения в супердетали, особенно в название модных технологий, потому что здесь конкретно для тех людей, у кого смузи просто не протухают на столе. Вот для них здесь очень много полезной информации. У них, возможно, апельсиновый фреш еще рядом со смузи. Да, господа, начнем. 2015 год. JavaScript. Вспомним ту эпоху, говорит нам автор. Я, говорит, для меня лично 2015 год JavaScript прошел под знаком анархии. И здесь, собственно, символ анархии в кружочечке. Тот самый. Был взрывоопасный рост всего, чего можно. Я приходил на каждый проект, который заходил на поддержку с откровением в плане «А чего тут ожидать?» И конкретно для него анархическое движение, глава, лидер анархического движения был и остается Бабель в JavaScript. Хотя казалось бы. Если, говорит, вы не помните, к концу 2015 вышел Бабель 6. Бабель 6. Настоящий же хипстер использует стейдж 0 и все, что можно. Байнд экспрессионс, ортогональные классы и так далее. Это для чего сделано? В Бабеле по умолчанию было несколько вариантов. Че подгрузить? То есть, че компилировать, а че не компилировать? Транс, простите, транспилировать, трансполировать? Транспайл, короче. Вот, че транспилить, а че не транспилить? То есть, грубо говоря, насколько глубоко расшифровывать, там, до пятого и е, или там, до десятого? Ну, я условно. И вот каждый раз все по-разному, вайлдно очень это использовали, никто не понимал, а у кого там че, и да. Угу. Но, потом начался 2016-й, и 2016-й для него, если 2015-й был анархия, то 2016-й под знаком демократии прошел уже. Наконец, зарелизился Angular 2. У нас же, кто хотел на том и писал, сообщество перешло от зоопарка к вменяемым решениям, то есть, какая-то демократия появилась. Появился Create React App. Эмберовцы показали Дэну Абрамову, что это круто. Практически Славе Абрамову. Появился Vue 2. Я не помню, Слава Абрамов, по-моему, The Vue. Вот. Появился Vue 2, который я не устаю хайпить. К чему же движется сообщество в 2017-м году? И 2017-й год по нему это диктатура. Сейчас разберем почему. 2017-й год проходит для меня под знаком диктатуры. Диктатура бывает разная. Кому из вас знакома аббревиатура BDFL? Добрый, пожизненный диктатор. Первым таким... Мне только по PLM больше знаком. Ну, классика. Первым таким титулом наградили Гвидо ван Россума. Теперь и Линус Тордвальдс рассказывает, что он диктатор. Правда, добавляет, что непожизненный. Ну и так далее. О чем идет речь, что поменяла жизнь, к примеру, реактовского сообщества в 2016-2017 году? Например, Create React App. Супер влияние. Появление появление Create React App. Унифицированный способ быстро стартануть реактовское приложение. Способ, который всем нравится. К примеру, вот автор статьи, точнее, автор вот этого спича. Недавно попробовал Create React Native App. Вообще, превосходный способ стартануть RN проект с помощью, как говорится, пары команд и отсутствия головной боли. поскольку, опять же, он не фанат техники Apple. Ну, чтобы ты понимал, это утилита, которая из NPM опять же ставится. И ты просто указываешь, что мне надо Create React App с таким-то названием. Жмешь NPM Start, у тебя уже слушает сервер. Дерьмо. То есть, он тебе bootstrap это очень быстро. Приложение, которое, ну там, естественно, большое количество параметров, конфигов, которые можно задать туда. Так. Но по факту вот так легко теперь реактовское приложение развернуть, просто если у тебя в NPM там все подгружено и так далее. Поэтому все круто. React Native то же самое для приложек уже, естественно. Второй особенностью диктатуры является Prettier. Prettier это типа Pretify хреновинка, которая делает ваш код красивеньким. То есть, даже если вы пишите свой код, выдлите скобочку через скобочку и, в общем, там, делаете какие-то большие расстояния и разрывы, как не было ни единого разрыва, то Prettier... Но как не было печали, просто уходило лето. Да то Prettier сделает, притрет ваш код нормально и сделает из джуновского кода сделает сеньоровский код практически. Конечно, придется его написать еще перед этим, но это не суть. Так самое главное, что в диктатуре, кроме того, что вот эти вот фичи появились, это, кстати, на самом деле, я бы не сказал, что диктатурные какие-то фичи, это все-таки просто особенности, но... Но это унификация, видишь, в чем дело? Все теперь делают через Create, React, App, и у всех более или менее начало одинаковое, потому что под капотом стейдж 3. Что касается Prettier, он хоть... А вот мы делаем там не табы, а пробелы там, и вот через две строчки. Похрен, он тебе все равно все приведет к тому стандарту, который в Prettier заложен. Окей. И там минимально 5 или 6 всего настроек, совсем уж холиварных, типа точки запятые нужны или нет, пробелы или табы и так далее, а все остальное за тебя уже Prettier решит. Поэтому, в принципе, довольно-таки диктаторно. Тебе как бы вроде... Блин, так мы же круто тебе говорим делать, но тебе не дают возможность сделать по-другому, поэтому уже да. Но, как мне кажется, главным пунктом здесь является следующий. Власть корпораций. Власть корпораций. Посмотрите на картиночку. Здесь вы видите Angular от Google, здесь вы видите React от Facebook, и здесь вы видите Vue, который, кстати говоря, сейчас мы посмотрим дальше, всего лишь типа от одного человека. Evano U. И это, на самом деле, неправда. Если вы не в курсе, работу Evano U сейчас финансирует более чем на 60% такая маленькая китайская компания под названием Alibaba. Ну, это в кавычках маленькая, естественно. Ну, я думаю, внимательный слушатель, зритель догадался об этом. Конечно. Кто заправляет развитием JS, вы думаете, сообщество? Ну, не совсем. У нас есть страшные злые дядьки под названием TC39. Программный комитет, который решает, что войдет или не войдет в стандарты следующего языка. Рассказываю краткую. Вот помнишь компьютерную игру 13-й? Угу. Это, на самом деле, же в честь бельгийского комикса сделано. Угу. Ну, собственно, по стилистике можно догадаться, что в честь комикса. Ну, да, да. Во-первых, это. А во-вторых, там как раз 20 заговорщиков, насколько я помню, было. Так. Все, конец. Это то же самое. И вот здесь TC39. Посмотри на участников. Нас требуют, чтобы мы посмотрели. Пацаны из Гугла в основном. Из Майкрософта. jQuery Foundation. Кстати говоря, а, нет, это Northeastern University. Мы сегодня Northwestern видели, а это Northeastern. Вот. Google, 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 Microsoft и немного Mozilla, Apple, Intel. Вы правда уверены, что эти люди будут отстаивать ваши интересы? Собственно, об этом и речь. Что диктатура какая-то происходит в JavaScript. Как ты считаешь? Ну, слушай, я и не строил никаких иллюзий. Не строил? Мне вот давно уже это все не нравится. Первый раз я заинтересовался JavaScript-ом где-то в 2012 году. Тогда только еще ECMAScript 5 где-то там маячила. Там на Туре анархия была полная. И там прям прикольно было. Можно было взять просто и программировать. А сейчас уже нельзя взять и программировать. Сейчас тебя уже берут и тобой программируют просто уже и все. Давай дальше чуть-чуть пойдем ниже. OCaml. Такая штука. Ты слышал об OCaml вообще? Честно, слышал, но не знаю, что это. Какую еще одну интересную тенденцию я заметил в 2017 году, пишет автор. Дальше мы начинаем очень опциональную зону. Краткая версия учите OCaml. Не заходит? Ладно, пойдем длинным путем. И тут вот перебираются технологии. Статик тайпинг, например. Ну да, в джаваскрипте нет статической типизации. Делали много приблуд разные люди для того, чтобы ее добиться. Например, Dart. Это такое, хочется сказать, под множество. Ну, короче говоря, это такой, типа, язык вокруг. Хотя нет, стоп. Dart, это чуть ли не замена джаваскрипта изначально придумана. Да. А потом уже все-таки появился TypeScript. Майкрософтовский, кажется. Хотя, ну-ка. Да, Microsoft loves Google. Да, TypeScript это Майкрософтовская хреновина. И там тоже добавили статическую типизацию. И что характерно, TypeScript по факту практически и победил. То есть, по-моему, его в основном сейчас используют. Но это ты мне уже тут даже скажешь. Короче говоря, все мы любим статическую типизацию. Нет? Да? Хорошо. Я не устаю цитировать восхитительную фразу, что люди в джаваскрипт-сообществе делятся на два типа. Те, которые понимают, что нам иногда нужна статическая типизация и те, кому еще нет двадцати двух. Смешно. Но никогда не... Но никто не будет скрывать, что последнее время движение вокруг статической типизации набирает силу. Причем удивительно, когда появился Dart. Когда появился Dart? С мощной статической типизацией. И кому он был нужен? Я не спрашиваю, где теперь Dart. Такое можно спросить о половине проектов Google. Хотя недавно вышла третья версия AngularDart. Достаточно удобный бридж между Angular2 и Dart. Вот. Что еще здесь? ReasonML. ReasonML. Блин, я даже не знаю, что здесь сказать. Тут досвидос технологии, просто обосраться. Там он рассказывает некоторые внутренние прикольчики про Facebook. Я даже не буду углубляться, просто читните и поражите. MirageOS. Сейчас пытаются все делать с помощью статической... Все пытаются делать статическую типизацию. И я так понимаю, что OCaml это опять же на данный момент они сами собой образовались и типа их там поддерживают непонятно кто. И все теперь пытаются сделать то же самое, что OCaml. Ну, например, компилятор из JS в OCaml выпустил Facebook. Reason называется. За хрена чего непонятно. Почему просто, видимо, его не использовать непонятно. Может, они просто пытаются весь, так сказать, стэк под себя подмять. Короче говоря, тут прям дальше идет непереводимая игра слов. Да, ты имеешь в виду? Мирдж Оз. Я вот не понял. Смотрим. Еще одна штука Мирдж Оз, на которую делает ставку Facebook. Которая из всего этого мне нравится. И чувак говорит, что относится подозрительно к OCaml. Что же такое вот Мирдж Оз? Все любят докер. Если вы еще его не любите, то вам срочно нужно полюбить. Стандаризированный контейнер это круто. Проблема в том, что весит 100 мегабайт. Ну да. Много. Мирдж Оз это штука для сборки Unicarnel. То есть такая штука, которая берет ваше приложение, в идеале приложение, которое имеет минимум рантайм зависимости и склеивает ваше приложение с ядром. Берет только необходимое, в итоге вы можете получить контейнер весом 5 мегабайт. Facebook как всегда мутится за свои сервера, за их нагрузку и за их место. Да, Facebook наверное хочет сэкономить место на своих серверах. Это все очень быстро стартует, очень быстро деплоится и мне хочется верить, что они наберут сообщество. Пока про Mirage Oz никто не знает. Это опять же относится к диктатуре, это опять же Facebook. Ну они очень много делают. Причем самое страшное, что пока им это интересно, они будут это делать. Как только им это перестанет нужно быть, они это все дропнут и вот не стоит стараться сейчас использовать все это. Docker, я думаю, более такая штука, потому что мы с тобой тогда смотрели, Docker занимается практически Docker Ltd, OO Docker. Да, да. И они-то точно не дропнут это дерьмо, потому что это их собственная разработка, они только этим занимаются, да, поэтому ну 100 мегабайт да, но слушайте, у вас же нет таких объемов, как у Facebook. Ну да. Наверное, не пожалеете 100 мегабайт на свое гениальное приложение, на свой вот этот конкулятор, конкуркулятор веса, веса или создание натальных карт с помощью JavaScript, вот этих астрологических. На самом деле статья от самой страницы, от вот этой веб-пэйдж занимает всего наверное процентов 10, остальное вы можете за кофейком сесть и комменты читнуть, вот там нормально, вот там хорошо. 239 комментариев, причем там мясо тупое. Причем там комментарии, ну каждый как практически толстой, толстой, война и мир, war and peace, там можно читнуть вообще от души, по технологиям пробегутся вообще пацаны. Вот так вот, разработка пока заходит, идем дальше. Что у тебя там? У меня А. Михайлов прокомментировал, добавил нам две темы в темы слушателей. Ну и ты взял какую-то или? Обе. Он пишет, я может не хардкор, но интересно узнать ваше мнение. На самом деле можно сделать из этого и хардкор. Что мы и пост... Как это? Да. В смысле, реально сейчас две темы будет? Да, две темы, кроме шутов. Первое, я все еще люблю jQuery и вам тоже нужно. Говорит нам Сэм Олденбург, говорит он нам это на Hacker Noon. Вообще, не убедил он меня, опять же. Опять же, это еще одна из статей, которую я прочитал, и мне хочется не согласиться с автором, и я еще сам себя и разубеждаю. Хотя, опять же, я как бы тоже не против использовать jQuery на каких-то микропроектах, на которых там из фронт-энда передвинуть говно, дерьмой и насрать. Ну, то есть, если это не нагруженное приложение, а так далее. Сейчас, говорит, все говорят про TypeScript, ECMO 2015+, и так далее, лучший фреймворк месяца. А мне, говорит, кажется, что jQuery все еще имеет смысл в 2017. Всегда будут вот эти люди, которые защищают jQuery, и на самом деле, может быть, даже и не зря. Вообще, говорит, давайте, говорит, посмотрим, что сейчас, почему все говорят, типа, нужно избежать jQuery. Ну, потому что она много весит. Во-первых, говорит, у всех почти jQuery закэширована, там, с Google CDN, например, ну, потому что просто на telegraph.co.uk все еще используют jQuery, хрен когда от нее откажутся еще. Поэтому она, в принципе, у всех есть. Во-вторых, есть jQuery Slim давным-давно уже. И в газипнутой она занимает всего 27 килобайт. Это практически меньше, чем в вашей HTML-разметке. Так. Ну, у Walmart HTML-разметка 80 килобайт весит. То есть, действительно, больше, чем jQuery почти в три раза. Если, говорит, хотите полную версию jQuery, ну, всего на 6 килобайт больше. Как бы там, не в три раза, опять же. Все еще меньше Walmart. Во-вторых, говорит, вы, говорит, используете Webpack для пакинга всего вообще, всех своих модулей, для того, чтобы они аккуратненько подгружались. Поэтому вы их импортируете только в те модули, в которые надо jQuery. Он имеет в виду, не на всех страницах ее. Просто подгружаете, и будет вам, опять же, счастье. Во-вторых, jQuery делает кодинг более простым. Почему у меня здесь Play? А, там, там, походу, это. У меня конкретно вот эта его гифка, где чувак быстро печатает. У меня она и так проигрывалась автоматически, но я еще нажал Play, и он мне ее только один раз проиграл, и все. Да, да. Тупняк какой-то. Время говорит, деньги, если вы что-то сделаете быстрее, то тем лучше для ваших нанимателей и клиентов, и вообще. на самом деле, jQuery уже не сильно ускоряет разработку. Ну, реально. Уже вот ванильный JavaScript действительно крутой. Здесь я уже даже сам скептически с ним буду спорить, потому что... Потому что могу. Просто потому что могу. Во-вторых, конечно, надо все равно понимать, что для jQuery большое количество плагинов всяких говеных, написанных говяных, которые по-прежнему используют нерациональный, там, по 10 раз один и тот же запрос к дому делаю, хотя можно было его там закэшировать в переменную и не делать. Это все еще делается у них, и поэтому выглядит осмотрительно. Используйте плагины, потому что все еще есть шанс нарваться на очень медленный код. Ну, например, jQuery анимации по-прежнему очень медленные и дерьмовые. CSS намного лучше это делает, поэтому в jQuery Slim, например, анимации уже нет. Цикл $e или просто там, ну, какой-то селектор $e почти всегда можно уже просто на цикл разбить. Хотя вот я вот этим грешу, если я использую jQuery очень часто ради itch цикла, например, чтобы перебрать, например, там все лишки такого-то класса. Ну, слушай, можно, наверное, загуглить, как это сделать с помощью, ну, без jQuery, например. То есть, опять же, если мы get elements там by class возьмем, то, ну да, там тоже массив. Там он просто другого формата будет, ну ладно, я как бы, не так мне это было критично. А якс в jQuery не очень хороший, он здесь говорит. Хотя, опять же, это тоже, это вторая причина, по которой лично я использовал jQuery. Оказывается, в jQuery Slim выпилен аякс, и он нам рекомендует Axios использовать вместо этого. Надо будет посмотреть. После этого, говорит, можно, ну, использовать то, что я уже сказал, кэшировать селекторы в переменных и заново их использовать уже из переменной, чтобы не делать каждый раз запрос в дом. И нужно чейнить. Ну, допустим, есть у тебя какой-то селектор, ты потом ему сделал там точка parent, и, допустим, ты мог его закэшировать в переменную, и после этого к этой переменной применить. А ты можешь просто через точечку сюда же написать точка parent, потом там точка move, там, ну, бред, я не помню, что там еще в jQuery есть, кроме точка parent. Окей. Потом уже точка each опять же использовать, и все. Так вот, лучше использовать чейнинг, он не теряет контекст и быстрее работает. Потом, но с другой стороны, есть сложности писать такой jQuery, который масштабируется, потому что каждый вообще любой, здесь опять же интегрит модуль, который вы добавляете, он будет добавлять свою какую-то хреновину, может быть, будет медленный, беспонтовый, поэтому не копипастите ничего со stack overflow, прям продумывайте вообще все, что вы используете, и да. Дальше он пишет опять же, блин, чуваки, используйте вебпак, и опять же, для чего? Ну, как минимум, для того, чтобы сжать это все в один файл, то есть не отдельно jQuery, JS, там где-то еще, то есть здесь он вебпак имеет в виду именно как сборку в один файл, просто и все, то это как бы не основная функция вебпака, но тем не менее одна из. Потом, используйте jQuery с другими фреймворками, он говорит, я вообще-то Vue сейчас люблю, как и многие другие люди, но я, говорит, даже умудряюсь использовать с Vue вместе jQuery, вообще, конечно, никаких почти дополнительных фич нет, но иногда я вместо часа использую несколько минут, чтобы на jQuery написать что-то вместо ванильного JavaScript, но это конкретно его проблема, что он так дерьмово знает ванильный JavaScript, уже использует Vue, уже бы на нем бы остановился и все, здесь уже как бы вот, да. Потом он дальше, а когда нужно избежать на самом деле использования jQuery? Тут гифки, конечно, прикольные. Да, тут прикольные. Интересно, это из реального мультфильма про Человека-паука? Мне кажется, да. Ну, да, откуда бы еще это может быть. Вообще, так, сейчас я потерялся. Это, говорит, не должно от бюджета зависеть, это должно зависеть просто от разработчика и насколько оно, насколько эти разработчики знают jQuery. То есть, не то, что там прям надо закладывать какой-то бюджет под jQuery, думать, использовать, не использовать и так далее. Поэтому нужно просто, чтобы люди умели им пользоваться и хорошо ею пользовались. Вот и все. Почему другие фреймворки, например, более, так скажем, rigid, вот это вот слово, я это смотрел в словаре, не знал, жесткие. Потому что там вот просто есть написано, как писать приложение, какой скафолдинг, как что располагать и так далее. И ты из этого не выпрыгнешь. А jQuery это такой инструмент, которым ты можешь хоть как махать, так сказать. И из-за этого надо очень много говорить, блин, чуваки, давайте договоримся, что мы вот этого не делаем. А когда ты используешь Angular, тебе даже договариваться не надо, ты или делаешь, или не делаешь. Потому что в Angular уже надо делать вот так. То есть это минус. Если вам нужно большую команду держать в рамках, то лучше использовать не jQuery, а какой-то нормальный, взрослый, так сказать, жесткий фреймворк. И да. Но вообще вот Сэм Олденбург нам вот в своем выводе говорит, что, блин, ну все равно jQuery это круто. Нужно прям вот все знать про нее, что есть плохие плагины, что можно написать код, который будет прям медленный. Но оно ускоряет, поэтому хоть 2017, хоть какой, а можно использовать и будет прикольно. Да. Как тебе? Быстро? Слушай, замечательно, замечательно. Но у нас есть вторая статья. Она не менее замечательная. Unnecessary complicated for an end development to feel like a smart person. Smart ass, я бы даже сказал. Полный smart ass. Здесь у нас Волкс, Волл-стрит, Ди Каприч. Да. Всего 33 лайка в этой статье на самом деле. Знаешь почему? Возможно, потому что ее написал Жульен Этьене, француз. Слушай, то есть Жульен, они все любят кушать. Знаешь что, короче, я каждый раз смотрю на любой кадр из Волка с Волл-стрит, и мне каждый раз ржать охота, но реально прикольно. Он как-то так солнечно сыграл, задорно. Это просто у него охренительная мимика, он крутой. Согласен, согласен. Мы должны были раньше дать Оскара, потому что просто он гений. Уже просить раньше дать Оскара. Уже ты не допросишься. В общем, тему очень кратко хочу сказать, не хочу растекаться по ней. Мы, говорит, фронтенд-разработчики должны дальше нагонять жути, что фронтенд это жуть, как сложный досвидос, чтобы просто получать бабки и так далее, чтобы нас больше ценили. Отличная тактика. Да, потому что, ну и он здесь по существу раскидывает, что, ну, говорит, вот CSS же просто отстой такой. И здесь он с сарказмом перечисляет достаточно сложные вещи из CSS-ов. И говорит, ну, как бы так-то это просто, да, то есть все эти кросс-браузерные SVG, менять шрифты, вот это вот, новые вот это вот адаптивное меняние шрифтов, чтобы фоллбеки все работали, в бокс-модел не отваливался никакой, чтобы все адаптивно было там и так далее. Кросс-браузер, Кросс-девайс, Кросс-резолюшн. А так-то, говорит, это прям прогулочка легкая, поэтому давайте думайте дальше. При процессинге. Ну, конечно, CSS-при процессинг, это же для детей, там всего-то есть переменные, миксины, вложенность, циклы, типа, ветвление и так далее, поэтому... Ну, там бабки делают, рисуют на гифке при процессинге. да, это смешно. Ну, и он говорит, конечно же, типа, проблема всего лишь в том, что это так легко, ну, короче, он рассказывает, раз вам не приходится сразу себе выколоть глаза нахрен, то значит легко. То есть, он говорит, поэтому мы фронтендеры прям должны нагнать до хрена жути, чтобы бэкендеры, такие девочки и мальчики, говорят, блин, а ты не такой тупой, оказалось, что это, мы должны потусить. Ты тоже программист? Да, да. Автопрефиксинг, говорит, изначально, говорит, было прикольно, когда был автопрефиксинг, мы могли нагнать жуть, блин, там префиксы надо добавить, потом, говорит, бэкендеры все-таки поняли, что просто добавить надо автоматически, и все, опять у нас на минус одну. Отстой. Да, да, да. Потом, разделение обязанностей, и вот это, говорит, полное говно, потому что, вот лучше бы просто мы все вместе делали, типа, все одно, и были просто программистами, и здорово, как, говорит, во времена тем с MySpace, опять здесь про MySpace муссируют, у нас какой-то уже третий, может быть, ну, второй точно, может быть, даже уже и третий подкаст, чуть-чуть фигурирует MySpace, а это даже и смешно, а там как раз с помощью HTML и CSS все можно было делать, то есть там, видимо, был какой-то редактор, поэтому, да, также говорят, некоторые бэкэндеры говорят, что JavaScript сломанный, ну, типа, фу-фу-фу там он весь статически не типизирует, ну, вообще, давайте, говорит, дальше поддерживать этот слух, потому что мы будем говорить, типа, блин, ну, у нас же JavaScript, там, туда-сюда, и все, блин, фронтенд такой сложный, такие, эти чуваки, скорее всего, суперумные, но дальше он троллирует, что сейчас у нас все в JavaScript, что, типа, блин, HTML же такой простой, давайте мы прям будем HTML генерировать, в JavaScript, чтобы себя задолбать, просто в 12 раз дополнительно все переделывать, и так далее, также CSS в JavaScript, ну, говорит, вместо того, чтобы просто нормально писать CSS, мы же будем его заворачивать в JavaScript, и так далее, это же, типа, всего лишь-то объекты со свойствами и значениями, а вот JavaScript, он крутой, мы сможем, там, туда-сюда, то же самое, всовывать, потом тут JavaScript в JavaScript, тебе эта гифка, что, по-моему, это Д'Артаньян какой-то, в исполнении, видимо, каких-то зарубежных актеров, с учетом того, что это француз, Жульен, да какие-то американские мемы, я не знаю, я видел этот уже, именно эту гифку, но оно в цветах, Д'Артаньяна, так скажем, но нет, это не Д'Артаньян, ты думаешь? Да, конечно, а почему? Плизик, напишите, кто знает, в чате, ну, в чате уже все, да пусть в чате пишут, хоть где, неважно, мы найдем, я сорян, я не в этом пространстве нахожусь, давай, ну, что там JavaScript, давайте, говорит, мы это, скроем в секрет JavaScript всего, потому что пусть мы придумаем кучу странных правил, и так далее, чтобы был сложный порог входа, чтобы все думали, что мы умные, поэтому давайте 3000 плюс правил всяких пропишем, чтобы все почувствовали, что мы супер-суперриор, buzzwords, это типа супер-словечки, типа там, ну, короче говоря, надо побольше там всяких кросс-браузер, бэквардс, моли.js там и так далее, всю хрень, говорит, собрать, которую мы знаем, чтобы ни один чувак, который потом, когда тебя уже увольнять, ты такой, а кто у вас будет, поддерживать Molly.js, и тебе видишь тут, как Ким Кардашьян бабки кидать, тебе начнут вот так же бабки кидать, только тебя не увольнять, потому что ты там супер-сложным дерьмом занимаешься. Ага. Так. В общем, я все, задолбали они меня, короче говоря, я понял, нужно, короче, себя настолько хайпить. Да, потому что, ты скажешь, а чем занимаешься, ну, HTML, я такой, о, HTML, у моего 8-летнего сынишки, как раз такое было в школе, он владеет в совершенстве, и как бы ты такой, блин, какого хрена говно. Ну, и здесь он в конце шутит, что, блин, ни одна библиотека не пострадала, пока я писал эту статью там. Короче, вот, вот такая вот хреновая. Круто. Это нам Кьюбик, по-моему, предложил, да? Нет, это тоже А Михайлов был, Кьюбик, это ты там, Кьюбиковскую тему. Извини, я просто запоминаю наших подписчиков, мне нравится их как-то это. Ладно, последний раздел научпоп, закрывающий этот подкаст. Давай. У нас в Geek Times с Mail.ru блога немножко в тему жизни статья про то, которая, статья называется так, «Гигер и фантастические технологии мира чужих». Это сейчас актуально, мы чуть-чуть хайпимся, предлагаю заголовок это просто вкинуть. Возможно, возможно. Это сейчас актуально, потому как в прокате вышел фильм про чужой, про чужой, фильм «Чужой завет», какой-то он ветхий, обычный, просто завет. Просто завет – это название их корабля. «Чужой завет». Да. Вот. Поэтому, собственно, и мы рассматриваем эту статью, хотя она, кстати говоря, была написана 15 мая, то есть Mail.ru, они тоже подмутились. Мы не старею откопали. Да, да, они тоже под хайп это все сделали. Короче говоря, «Гигер», для тех, кто не знает, здесь написано, кстати говоря, сразу почему-то начинается с даты его смерти, 12 мая 2014 года. Ну, возможно, еще тут типа годовщина была, двухлетняя, трехлетняя. Кстати, да. Кстати, да. Ну и вот, это, между прочим, отец биомеханоидов, как пишет на Mail.ru, предвестник и вдохновитель киберпанка, художник Ганс Рудольф Гигер. Он швейцарец, и ты как бы всю жизнь жил в Швейцарии, собственно, как здесь и написано дальше. В последний фильм «Чужого», он уже, так скажем, естественно, так как его нет, поэтому он никак не работал, видимо, над этой картиной никаким образом. Но наверняка, естественно, как всегда, все, кто работает над визуальной частью «Чужого», и, я думаю, сценаристы, все, 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 они вдохновлялись как прошлыми «Чужими», так и, соответственно, и творчеством Гигера. Да, он же не только «Чужим» занимался, у него там много всякого досвидостного. И я просто забегая вперед или назад, не знаю, пробегая мимо, я гуглил картинку, как различается тот «Чужой», которого мы видим в 2017, а тот, который мы увидели в 1979. Почти не отличается. То есть преемственность сохраняется? Вообще, прям один в один тот же «Чужой», только на башке у него чуть больше каких-то этих. Распонтовочек. Да. И, хотя, опять же, вот это на той картинке именно. Я даже сейчас попробую ее просто и найти. Давай, давай. «Алиен» 2017-1079. Ну-ка. Вот, да, здесь та самая картинка, которую я смотрел, больше распонтовочек на башке. Но, но, вот эти отростки, которые сзади у него на спине, так, по-моему, вот в кино, а мы были с тобой уже на этом фильме, спойлер-спойлер, у него эти отростки чуть не как крылья гигантские были, а тут какие-то обрезанные, как будто тут не все вошло в кадр, так скажем. Ну, это так, это я просто из бреда. Из наблюдений, нет, это просто из наблюдений. Ну, да. Окей, в 1979 году гигеру полностью, гигер полностью сформировал облик героя страшных снов о космосе, ксеноморфа, вот этого вот вкусного, чужого. Вот. Короче говоря, ну, мы все сами понимаем, что чужой, он оказал дохрена влияние, в принципе, на индустрию, в принципе, на развитие вот этого киберпанка, так называемого. Хотя, здесь немного другой киберпанк, то есть, если говорить о том киберпанке, к которой мы привыкли. Тут полный скайфай какой-то. Здесь сайфай, да. Просто именно космический киберпанк. Согласен, согласен. Ну, и вот здесь небольшое такое погружение в жизнь. Первым абзацем это вот такой вот прикольчик, а здесь сразу погружение в жизнь. В 40-м году родился сам гигер, который придумал всю эту штуку. Посмотрите на его фотографию, кстати, замечательную. В Швейцарии прожил всю жизнь. Первые работы выполнены в 19 лет у него. Уже тогда в них прослеживали. И вообще, мне не нравится на самом деле немножко язык Mail.ru. То есть, как вот они его там обзывают отцом биомеханоидов и предвестником и вдохновителем киберпанка. Как-то, не знаю, во-первых, это не очень полностью его охарактеризует. Во-вторых, здесь пишут, что уже тогда в них прослеживалась тематика темных экспрессивных образов, словно пришедших из глубоких кошмаров. Вот. Нет, я, конечно, может быть, кошмаров, но я бы не сказал, что это, ну, пойдем дальше, они сейчас здесь напишут. Ну, подожди, скажи, не сказал бы, а что бы ты сказал? Я имею в виду, что, ну, они как-то быдлят. Знаешь, как будто он, типа, просто психически ненормальный был чувак, и у него, типа, это все вот рождалось там. Но чувак может такое придумывать. Окей, ну, может. есть шанс, что все-таки психически у них все в порядке. Не, ну, а думаешь, у мейл.ру чуваков, которые написали статью, думаешь, у них все в порядке психически? Я не знаю, просто у них что? В голове опять. Ну, ладно. То есть, необязательно. Может быть, он просто развитый чувак, там, вдохновлялся. Это же надо, чтобы такое придумать, дерьмо, это не просто наркотиками обжабаться. Нет, понимаешь, если ты просто обжабаешься наркотиками, у тебя такое не возникнет, потому что у тебя должен быть определенный бэкграунд. Конечно. Это же все из чего-то создается. Я уверен. Он анатомию тогда должен знать и так далее. У тебя же мозг-то тоже картинки рисует на основе чего-то. Вот. 68-й год Гигеру после выхода цикла картин биомеханоиды то есть в Швейцарии, видимо. В его ни на что не похожих существах, сочетающих механические элементы и чудо-торжества генетики, лежат как основа будущего облика чужого, так и визуальное воплощение самых мрачных представлений о киберпанке, соединяющем живую и неживую материю. Здесь вы видите картинку. Здесь, собственно, блин, у нас наш с собой знакомый Андрей Белкин любит называть этого чувака, который дьявол досвидосный. У него именно название Мефистофель или что? Типа не Мефистофель, а как-то его по-другому зовут. Ну, не суть. Допустим, пусть это будет Мефистофель, я не шаю в них, но это вот что-то типа того. Видишь, здесь тоже все в стиле гигера такое, киберпанковое. Вот, здесь все, у него, знаешь, все, короче, обтекаемое такое. Слушай, точно, Лавкрафт. Я-то вот и не придумал, что... Я просто тоже читал Лавкрафта, я уже говорил об этом. И Лавкрафт, он именно давил. Мефистофель, там всегда именно он увидел его, и ты тут сам так... И у тебя там в форме, я не знаю, там, какого-нибудь там... У тебя свои формы, какие ты придумал в башке. У гигера он придумал вот такое дерьмо. Вот, да. И он... Здесь и написано, что гигер конкретно вдохновлялся Говардом Лавкрафтом, то есть читал его произведения, но именно образ сам по себе создавался в голове самого, собственно, гигера, потому что сам Лавкрафт не описывал конкретные детали. Вот. Дальше что? Дальше что? Ну, мы здесь, кстати, видим иллюстрации, собственно, картин гигера, которые он рисовал. Он еще использовал такую технику, здесь вот написано, фотографического эффекта художник добивался с помощью пульверизатора, распрыляющего краски. Возможно, он не только краски там распрылял, как здесь должны были написать в Mail.ru. Таким образом, гигер сделал большинство своих поздних работ. Ну, и мы, кстати, видим, вот это классный эффект такой, какого-то тумана такого небольшого, какого-то такого мыльца, будем говорить, если бы мы в игры играли. Если бы мы хоть раз играли в жизни в игры, то мыльца вот такого. Вот. Космическая тема в полной мере захватила гигера в 77-м, когда его работы попали на глаза режиссеру Алехандро Ходоровски, практически Ходорковски. Просто смотри, здесь выше написано, что с Лавкрафтом его роднилой любовь к космосу, в котором никто не услышит ваш крик. Это по тебе, что раньше космос был страшен, потому что он был более далек. Да. Как будто сейчас мы с тобой были в космосе, уже так... Ну, да, но мы сейчас всяких насмотрели Звездных войнов. Ну, да, уже это все, ну, космос... А тогда-то реально, это же где-то, не пойми, и в натуре это добавляло жути стопудово. Да, да. Поэтому вот именно чужого-то жутко смотреть, когда там одиночество один на один с космосом и вот с этим ксиноморфом. Короче, 1977 год Александр Ходоровский ему написал, практически задумавший экранизацию знаменитого фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», пригласил Гигера работать над визуалкой, включая дизайн, помещения, одежды, архитектуры, все. Фильм, прошедший через весь произведенный ад Голливуда, так и не состоялся, но остались иллюстрации к Дюне. Здесь есть иллюстрации, ну, да, в стиле Гигера все сделаны. Кстати говоря, вот здесь, например, в Прометее, в Прометее это один из сиквелов или приквелов. Приквелов. Чужого, да. Не один, а единственный. Единственный из приквелов. Ну, соответственно, Завет тоже типа приквел к чужому, но по факту, ну, по стилистике и по посылу автора это больше сиквел к Прометею, чем приквел к чужому. Да, сейчас можно это как от библиотек джаваскрипта наблевать, если честно, после Прометей. Прометей, да. Ну, давай. Вот, но здесь, кстати, можно на картиночке наблюдать, как преемственность сохраняется. Вижу, вижу. Из юных Гигера и, да, Прометей. Окей. Кстати говоря, в 2011 году Гигер представил многочисленные эскизы к фильму Прометей, то есть он еще тогда работал. Да, хотя официально считается, что наработки Гигера так и не были использованы при съемках, но если присмотреться, здесь, кстати, по слову присмотреться есть линк. Можно туда присмотреться. Да, и там эскизы, господи. Там можно жить. Там, конечно, довольно страшно это все. Ну, я хочу тоже присмотреться. Сросшееся дерьмо. И страшно. Ну-ка, ну-ка. Там, кстати, наброски реально. Ну, там наброски страшнее выглядят, потому что они еще как бы не закончены, и там эмбрионы досвидосные прямо хорошие. Он еще это... О-о-о-о. Он еще подписывает это. Да-да-да. Он еще это от ручки, очень много штрешков. Это страшнее, кстати, выглядит реально. Слушай, возможно, это уже обработанное для нашей психики. А чего он там рисовал это досвидос? Там, да, половину не показывают здесь, да. Вот. Просто рейтинг 40+. После 40 у тебя уже не дергается там ничего, поэтому уже как бы можно. Ну вот, господин Дэн О. Бэннон, который суперсценарист досвидосный, как в позднее. Как мы сегодня узнали, Как мы сегодня узнали, да. Он также и для Дю написал сценарий, как я понимаю, и дальше окажется, что он и для Чужого для первого написал сценарий, вообще для многих Чужих там. Еще есть какой-то знаменитый с ним фильм, но я его не смотрел, до Чужого еще был. А, Темная Звезда, вот, Темная Звезда. Короче, он, да, он работал с разными режиссерами, так он сценарист, писал сценарии, в том числе с Ридли Скоттом, и, собственно, короче, он и сказал Ридли Скотту, что, типа, давай воспользуемся иллюстрациями Гигера. Просто, здесь вот еще деталь, ты мне ее не сказал, когда готовился, мы с тобой обменивались мнениями, что, когда О. Бэннон после провала Дюны жил у своего друга Роберта Шусета, тот ему подсказал для Чужого заменить кровь обычного, обычную кровь на кислоту, например. Ну, просто. Ну, на белую, да. А, в смысле, Чужого. Я не помню, помнишь, в конце, когда они уже сбегали, одному из чуваков... Микроспойлер. Ну, нет, ну, я не сказал, кто, куда сбегали. Может, они не сбежали, они же сбегали только еще. Вдруг они просто по ступенькам... Причем, реально, когда они по ступенькам сбегали... Помнишь, у одного из чуваков на себе не показывают, на щеке была кислота и дерьмо. Да. Его же потом все равно разорвало нахрен, да? Ну, вот да. То есть, даже если просто кислота попадает... Там уже, опять же, если докапываться в половинках в очках, то там много ляпов. Там просто кровь попала, все равно вылупилась дерьмо. Да. То есть, там вирус лихой еще был, прям сильный. Так еще... Да ладно, он спорами даже размножался. Ладно, там кровь на тебя попала, досвидуешься. Не, ну, споры, это споры. Это реально уже дерьмо. А тут просто кислотой тебя обожгло, у тебя все равно из пуза вылупилась дерьмо. Ну, какого хрена? Ну, ладно. Окей. Короче говоря, Ридли Скотт узнает о таком замечательном чуваке, как Гигер. Вдохновляется его досвиду с картинами, иллюстрациями. И просит, как бы, участвовать. Тоже полностью весь визуальный стиль для чужого нарисовать. Собственно, что и послужило всем этим. Всем. Здесь несколько иллюстраций. Мы немножко их проскралируем. Не, просто тут именно что, О'Беннон сам рисовал? Тут такое говно. Просто какой-то чувак с щупальцами. Ну, согласен, по сравнению, ну, знаешь, если тут еще, да, рядом Гигера положить, это, конечно... Просто здесь написано, что в первой версии сценария космический корабль представлял собой инопланетную пирамиду. Ё-моё. И смотри, это использовалось. Во-первых, в Варкрафте Зеккураты это пирамиды. Угу. И те, которые именно летающие города по Наксрамосу, они тоже пирамиды. Ой, там, если честно, в Варкрафте там нежить, они все вот такие вкусные. Ну, не настолько вкусные. Ну, не настолько, но там тоже... Да. Ну, они... Ну, нежить, нежить. А самое главное другое. В Might and Magic там вот эти варны, тоже корабли, на которых, типа, древние люди, создавая миры, перемещались, они и были, твою мать, в форме пирамид. Именно египетских. И там ты в пирамиду заходишь, углубляешься, а там роботы уже. А-а-а-а-а-а. Ты как бы с мечом и с магией, а там роботы уже. Ну, это в конце уже шестой части именно Tomb of the Warne, гробница Варна, то есть самого корабля, это пирамида. Возможно, вдохновлялись гигером. Понимаешь? Точнее, О'Бенненом, да. А сам О'Бенненович, это же, в принципе, ну, логично. Ну, не логично, не логично, но наверняка давно уже есть такой слух или легенда, что пирамиды же инопланетяне. Да, согласен, согласен. Что их сложно построить и бла-бла-бла, и т.д. Короче говоря, дальше смотрим. Оказывается, О'Бенненович, сценарист, немножко, если отойдя от Гигера, он спас практически компанию 20-й век Фокс, когда в какой-то момент написал сценарий для Звездных Войн, и потом они это очень удачно впарили Джорджу Лукасу без паля. Вот. И он там уже использовал и сделал джедайскую сагу гениальную. Ты можешь насколько вообще представить себе, что когда-то 20-й век Фокс разорялся? Да. Был на грани банкротства, мать твою. Там люди уже, они тебя сожрут, не поддаются, если тебя купят по частям, тебя сожрут и всё. Согласен. Ну, как-то тут вот это да, досвидос, какие-то лихие времена были когда-то, но тем не менее были. Вот. Тогда и Чужой как раз тоже, он под эгидой 20-го века Фокса, я помню, выходил. Я даже это помню, что он прям реально такой. Вот. Кстати говоря, у Гигера, у него вышел вот сборник вот иллюстрации этих, некрономикон, где можно вообще ознакомиться полностью со всей шизофренией, максимальной. Как написал был Mail.ru, а я напишу просто с искусством. Вот. Подожди, то есть они реально бедлят? Я просто не сильно вчитываюсь в текст. Да нет, они не сильно бедлят, но там было, где типа именно ужасные его кошмарные там представления. Было, но я... Ну вот. Окей. Смотрим дальше, смотрим дальше. Да, Ридли Скотт, Гигер, Ридли Скотт. Здесь, кстати, есть фотографии. Видимо, на съемках, как они делали там, уже вылепливали этого чужого, вкусного. Я не знаю, ты это показываешь или нет. Здесь... Подожди, нет, я сейчас смотрю именно кадр жизненного цикла чужого, и там именно в таких достаточно абстрактных манерах тоже это сделано. Твою мать, я не могу. Это еще все в одной иллюстрации, по сути. Да, да, ты посмотри, тут если приглядываться к деталям, там все из разных там конечностей сделано, и оно все одновременно разрозненное, но одновременно и целостное. Да, да уж. Там, посмотри, одно из... И снизу просто Alien подписано. Да, вижу, вижу Alien, вижу. И еще все по Мессонской пирамиде с глазом сверху. Ты просто, ну... А, ну, да, ну тут, ё-май-о, даже вот этот вот портал, который как бы как... Это слева нога, а справа это рука. То есть этот портал в форме тоже туловища такого вытянутого с двумя комплектами ребер и каким-то солнышком посередине. Ну, короче... Ну, короче, можно жить тут реально. Цикл развития чужого. Возможно, вы разовьетесь сами, если хоть немножко посмотреть. Вот, сейчас вижу, как вылепливаю, да. Фотографии, да, фотографии. Дальше смотри сразу же, что первоначально Гигер должен был удаленно заниматься визуалом над чужим. Но, естественно, команда не справилась вообще с его суперфантазией и не смогли отобразить вообще видение Гигера. И тогда он приехал в Англию конкретно на съемки уже диктовать, как он видит. Дальше написано, что на самом деле они там еле справлялись с Гигером. Он там такое придумывал эротическое. А он любит это. Кстати, если вы посмотрите, вообще углубитесь в некрономикон. Некрономикон. Некрономикон, да, если посмотрите, там много эротических тем. Вот конкретно просто, ну, кроме того, что там просто бабы, бабы с титьками. Именно такие, в форме чужих, с головами чужих. Что, серьезно? Я просто не пытался углубиться. Там вообще хорошо, да, но там просто еще фаллические символы до свидоса. То есть, там прям хорошо идет. Вот. Поэтому он там увлекался сильно, Гигер конкретно. И Вилли Скотт, он как мужчина на стороне был, на его стороне. Ну, они как два творческих человека понимали друг друга, видимо. Но 20 век Фокс, чуваки продюсеры, они деньги хотели зарабатывать. А что такого плохого в яйце, которое вот первоначальный вариант? Я вот сейчас смотрю. Я вижу, да, яйцо первоначальное. Не знаю, я не знаю, какая там цензура в те годы была. Возможно, ну нельзя такое, ну дерьмо. Ну а что? Ну серьезно. Возможно, это на вагину похоже, Сань, сверху. Я не знаю, это я не спорю. Это я не спорю даже. Вот. Короче говоря, они там немножко подзарубали Гигера, но тем не менее, они хотя бы хотели денег заработать. Потому что если бы Гигер выпустил, вот Некрономикон, он никак денег не заработал. Эти пацаны хотя бы бабки умеют зарабатывать. 20 век Фокс. да, да. Мы не будем, они все-таки сделали как бы конфетку из чужого. Но вот, короче, окей. Скульптура для фильма Чужой 3, и тут именно ксеноморф собачьего. Собачьего типа. Я, короче, знаешь, когда горячую воду отключают, я вот так вот стою примерно, когда моюсь. Короче, в ванне, у меня также хвост колышется. А смотри, тут еще 4 дырочки именно на плече. Тоже есть. Есть они у тебя? Конечно, появляются, когда горячую воду отключают. Вот. Короче, скульптура, да. Дальше идем немножко. Ну, здесь много всяких скульптур. Тут, кстати говоря, из чего же состоит Чужой, смотри, тебе же интересно было наверняка. Прям даже сейчас я тоже читаю в захлеб, пока ты мне говоришь. Да, по мифологии Чужой состоит как из органических, так и неорганических соединений. Представляет собой синтез кремниево-металлической и углеродной структуры. Ты же любишь кремний? Обожаю. Из процессора состоит Чужой, по сути. охренеть, он прям вкусный. Хотя я думал, если честно, что из костей все-таки каких-то, то есть из кальция, но... Ну нет, там дальше будет, что... Внешний экзоскелет состоит из поляризованных органических силикатов и металла. Согласно новолизациям висателя Алана Фостера, Чужой покрыт протеиновыми полисахаридами и при потере клеток заменяет их поляризованным силиконом, что повышает его сопротивляемость к условиям... То есть если ему отстреливать куски кожи, он только сильнее потом становится. До свидос. Эти идеи не противоречат задумкам Гигера и Скотта. Не могут восприниматься как канон. Вот. Здесь дальше будет описание разных кораблей. Если вы хотите сильно вникнуть, то посмотрите. Так вот, от Нострома до Прометея. Здесь прям есть чертежи досвидосные. Здесь есть прям вот тот самый бублик корабль, который мы знаем из фильмов. Тоже Гигер придумал, естественно. Ну, вы видите, все в стилистике сделано. Вот это, кстати, капсула, она тоже... Не капсула, а вот этот, типа, видимо, отделяющийся... А, это... буксир Нострома, но он похож, слушай, на те маленькие кораблики, на которых они спускались в последнем Чужом Завете. Да, слушай, он даже на Millennium Falcon похож. Ну, вот так вот. Ну, согласен, согласен. На любой космический корабль, если придумывать. Окей. Вот. Здесь немножко вот интерфейсов, кстати говоря, в стиле 70-х годов. Заметь, тут действительно смешно, что раньше на космических кораблях был монитор и кнопочки, сейчас досвидос голограммы руками уже передвигается. То есть, все равно, почти всегда научная фантастика, она немножечко, ну, с нашими ожиданиями, ну, того времени, когда выходит картина, она отвечает им. Они, наверное, знаешь, немножко всегда обгоняют, как бы, наше время. То есть, сейчас еще, типа, нельзя так голограммы. Но обгоняют не именно качественно, а количественно. То есть, прям крутые экраны, прям вот, да. Но все равно экраны. Кстати, помнишь, мы миллион лет назад обсуждали тему, что в научной фантастике все экраны обычно синие. Вот здесь тоже, в основном, все синие. Кстати, да. Вот. Ну, вот, смотрите, разные корабли. У Д-4Л, например, УД-4Л, Сулако, некая, БТР, здесь даже есть, БТР, именно машинка такая, которая ездит. Я уж не знаю, в какой части они ездили на этом транспорте. В Дюне, видимо. Андроид. Андроид. Те самые андроиды, которые есть во вселенной чужих. Такие роботы. Без страха и упрека практически. Они здесь придумали, что андроиды не будут иметь кровь, а будут иметь вот эту белую жидкость. Вот. Здесь, собственно, продемонстрировано. Андроиды, они всегда такие, короче, немного своенравные, то есть они всегда были как бы не просто машинами. Ну вот никак в Звездных войнах. Там-то дроиды, они в основном просто вот... Выполняют приказы. Да, да. Да, а здесь они могут какие-то приказы сами, походу, придумывать, потому что, судя по последней части особенно, да? Да. Вот, здесь есть фотография с Иерни Уиверс. С катулькой. А катулька был в фильме, или это она уже просто, так сказать, за кадром стоит, теребит? Скорее всего, был, и скорее всего, опять же, она из... Да там есть этот кадр, возможно, даже гифку можно найти, где эта катулька, она увидит чужого и пугается, шипит. То есть это именно прикольче. В терминаторах собаки пугались, а тут катульки. Слушай, а может быть, это из терминатора кадр, где она шипит? Ну все, напишите в комментариях. Представляешь, она это с Иерни Уиверс где-то шипит. Это у тебя уже в каких-то роликах. Вот, дальше. Здесь мы видим, кстати говоря, Фассбендер из последних частей, который, собственно, вот introducing David 8, David 8 степени, Next Generation Whale. Это, собственно, все вот эта корпорация Whale Industries делает. И корабли, и все. Тот самый, который батя, маму сделал. Отец, папа, мама. Да, там хорошо. Но он в честь себя назвал. Все как надо. Согласен. Вот. Я уж не знаю, кто конкретно придумал идею уж этих андроидов, хотя я думаю, это не так сложно было придумать. Да, да, я думаю. Ты посмотрел, он в какой форме? Как будто он в немецкой форме. Да. Там все четко сделано. Все сделано как надо. Идеально. Согласен. Он и играет даже. Фассбендер, в принципе, надменная тварь. Он как-то тут не посмотрит на меня, мне прям хочется спрятаться от него. Он прям хорош, хорош, я согласен. Но тут, да, он еще именно всегда с примухой. Да, он именно всегда прям... Он именно безэмоционален абсолютно, вот как надо. да, да, то есть даже, ну ладно, без спойлеров. Согласен. Экзоскелет. Экзоскелет, ну мы все знаем, вот те самые, короче, роботы. Power is by Verizon, твою мать. Да, кстати. Ну почему бы и нет, да. Вот, экзоскелеты, ну это ничего такого, я даже не буду останавливаться. Оружие просто придуманное, по прикольчику, вот такой самодельный огнемет. Для чужого придуман, тоже, видимо, пацанами типа Гигера. Угу. Вот. Хотя, мало Гигеровского. Мало, мало, возможно, не только он это придумал. Но посмотрите, просто там несколько таких пушек, которые просто из разных частей состоят, так как будто их в Разрушитель легенд с... И они прям вот, вот именно автомат, который, как тебе сказать, М41А ПАЛС РАЙФЛ, на штурмовиковскую похожую винтовку, на винтовку из Хейла похожую, да на все. Да. Ну ладно, я вот в принципе вот тут проскролил маленько. Здесь ничего такого, здесь локации конкретно, наследие. Наследие, кстати говоря, это, по-моему, заключающий абзацик про то, что просто Гигер, который придумал охрененную вселенную, так скажем, визуальную, по крайней мере, визуальную часть этой вселенной. Понятно, что как бы сюжет вот этот был придуман там другим чуваком, но тем не менее, Гигер, он придумал визуальный стиль, который и по сей день там почитается до свидос. Те же стойки у Корна, микрофонные, вот. Стойка, наверное. Одна стойка, да, у одного чувака. Ну то есть, может быть, ее во многих экземплярах изготовили, но, по-моему, сам дизайн-то. Ну, нет, я имею в виду, на сцене, да, наверное, только один использует солист, вот. И, собственно, все. То есть, мы там никогда не забудем и бла-бла-бла. Просто здесь дальше написано, что примерно 11 сценариев было у фильма Чужой 3. Ну да, да. Походу, надо ковырнуть. Там, походу, вообще интересно прям, да, да. Да, согласен, согласен. Окей, давайте еще одну статью быстренько посмотрим, а потом еще Саня про Теслу и нормасик будет. Но сейчас моя статья, она легко залетит следующая. Вообще прям офигеете. Она настолько легко залетит, что просто вы не замените, как вы очутитесь в Саниной Тесле. Короче, исследователи ЦЕРН извинились за уничтожение пяти параллельных вселенных в недавнем эксперименте. Че? Я вот когда-то прочитал, я это че? Думаю. Выражая глубокое сожаление в связи с катастрофическим инцидентом, произошедшим на Большом Адронном Коллайдере, Сожелясики, Сожелясики, представители Европейской Организации Ядерных Исследователей, известные такие же, как ЦЕРН, провели пресс-конференцию в четверг, чтобы извиниться за уничтожение пяти параллельных вселенных в недавнем эксперименте. Короче, у них что-то произошло, и типа они поприкалывались, что якобы, если бы у нас были какие-то параллельные вселенные, может быть, они, конечно, там уже по Гигеру, и у нас реально есть параллельные вселенные? Ну, слушайте, есть теория Multi-Universe о том, что у нас вселенная во вселенной во вселенной находится. Ну, вот они там что-то жахнуло у них так, что как будто несколько, то есть пять параллельных вселенных уничтожило нахрен. Просто самое главное, что они смогли сдержать урон до того момента, прежде чем наш собственный поток времени растворился в забвении, как и другие. Вот это страшно, если честно. Если это реальная тема, то это, я бы не сказал, что смешно. Но, тем не менее, кто-то мог испытывать секундное головокружение около 20-45. Вот этот вот rwspace.ru отвратительно работает, просто этот видос меня лагает, все здесь при скроллинге. Но вообще, да, это, конечно же, шутка. Но это какой-то ТВТ. Причем у этой статьи дизлайков больше, чем лайков. Их вот этих локальных здесь, у них есть здесь пальцы вверх, пальцы вниз. Да. 13453 шеера на фейсбуке, ёкарный бабай. То есть, походу, сайт-то известный какой-то. Ну, по... Но вот если бы... Что вы курите? В заголовке странички у вас ошибка, я не могу. Да, да. Но вообще, The Onion это. The Onion, а там, видимо, все как раз шутеечки. Хорошо. Это же здесь только перевод. Ну, в общем, про гигера я бы на этом сайте не читал. Он такой лагающий. Согласен. С видос. Ну, чё, давай про Теслу. Давай. Нам, собственно, и про... Про... Про шутку, видимо. Про шутку, да, и про Теслу нам предложил тоже наш слушатель. Круто. Володя. Я просто назову его Володя. Дядя Вова. Володя. Да. Он сказал просто, чуваки, вы чё там это? Чё? Теслу. Пультик. Вместо Навального вот вам статью нормально. Помнишь, про пультик-то мы говорили с тобой когда-то? В рамках чего мы это говорили? Знаешь, я, честно говоря, боюсь, из-за того, что нас Володя слушает, я боюсь вообще что-либо рассказывать, потому что, чё не расскажи, ему найдётся статья, в которой я неправильно чё-то рассказал. Конечно. Да. И будет, да чё, ни китос не шарит. Да, и всё, я теперь не представляю, чё, мне сейчас он придётся про гигера читать завтра. Володя, предэ, порядок на видэ? Да, предэйтер. Ну давай. Так вот, предэйтер. Я тебе говорю, помнишь, мы пультик обсуждали, там тётка сидит светом, светит, типа, в телевизор. Ну. И мы такие, а как там телек различает и так далее? И вот он мне тогда эту статью кинул про Теслу. Угу. Что как бы пультик-то ещё Теслу придумал. Ну, окей. Но, ладно, пультик. Статья 2012 года, может быть, за пять лет что-то изменилось, Тесла что-то ещё придумал, поэтому настоятельно рекомендую. Мне просто очень понравился сабджект, то есть сам Тесла. Тесла сам придумал. Вы мне покидайте ещё русских каких-нибудь тем, шокирующих про Теслу. Только не с ТВ3, не с Ран ТВ, пожалуйста, а нормальный. И с вот не прошлого сайта. Не с РВ Спейса тоже, а там принципиально не включим больше в подкаст. Так вот, и мне здесь цитата Теслы просто ещё приведена. Мне похрен, что у меня украли идею. Хреново только то, что у них не было своих собственных. Ни хрена. Тут ещё прям вот да. Он усатенький, в принципе. Если кто не знает, как Тесла выглядит. Он просто ещё на... Я вот сейчас загуглю, как Эдгар По выглядит. Но, по-моему, точно так же. Нет, у Эдгара По, конечно, более уставшее лицо, так скажем. Ну, не менее усавшее, усатовшее лицо. Хорошо. Ну да, здесь Тесла свежачок. И на самом деле здесь конкретно в конце этой статьи ещё собирают подписи. Чтоб ты знал, всё, что Тесла изобрёл, типа засекречено. Сразу приехали ФБРовцы, всё изъяли. У Теслы? Да, кроме чего, когда он умер в 43-м... Они на Теслах прям приехали. Да, в 43-м году, 7-го января. Всё изъяли, что у него было. И часть выпулили. Ну, как бы сразу. А часть до сих пор засекречена, типа. А Тесла американский? Никола, да, он был американцем. Никола, так что он как бы... В Бостоне, кажется, он работал. Я сейчас не готов тебе ответить. То есть ФБР, я к тому, что какая служба, можешь МИ-6. ФБР, ФБР, я же говорю ФБР. Окей. И на самом деле постоянно он думал, что он заинтересует вообще властей. И как бы это одно из подтверждений, и реально, то, что всё забрали, это косвенно подтверждает, что что-то он, видимо, крутое придумал, реально. Реальнее. Ну, допустим. Но конкретно про него ещё сказали, что он расторг контракт с Вестингхаус. А это кто? Что это просто какая-то компания? Я не понял вообще, что вот это такое? Но вот тут написано, я просто дословно читаю. Ещё одним свидетельством того, что Тесла был суперкрутым чуваком, целостным. Окей. Он расторг контракт с Вестингхаус, который стоил миллиарды, для того, чтобы эта компания ему не платила ройалти, чтобы компания типа не разорилась. Нахрена он, мать твою, пожалел эту компанию, я не понял. Но он что-то какой-то вообще святой. Ну вот да, он, видимо, только чтобы компания не разорилась, и хотя бы как-то его изобретения увидели свет. Видимо, так это всё происходило. Ну, в общем, если можете почитать про его смерть, там, конечно, никак трагически, как у Маякова что-то застрелился. А как, кстати? Понятия не имею. Я не хотел, чтобы ты мне задал этот вопрос. Рассказывай, что он изобрёл. Ну ладно. Статья называется «10 топовых изобретений, которые вообще изменили мир». Давай. Первое. Тесла изобрёл переменный ток. What? Сейчас скажешь ты. What the fuck? И у них постоянно были тёрки с Эдисоном. С постоянным током. Да. То есть и с постоянным током, который поддерживал Эдисон и Дженерал Электрик. Вот ты представляешь, да? Вот Эдисон и Дженерал Электрик. Они уже, у них корпорация, мать твоя. И вот пришёл тут Тесла и говорит, а вот переменный ток проще передавать по проводам. Вы прям сэкономите существенно, если поставите лэп и трансформаторы с каждой стороны, чем будете постоянный ток корячиться, передавать по проводам и досвидос будет. Ну слушай, 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 слушай. Чё у него? Я чё-то честно... Нет, кроме того, что я нашёл, какая у него смерть была, я ещё хотел сказать, что, блин, ну по идее, Эдисон, он мне представлялся как чувак, который, ну такой, такой же как Тесла, то есть больной идеей чувак. Но оказывается, нет, он всё-таки уже именно чувак, который все патенты отжимал у людей. Нет, я помню всю историю про то, что на самом деле лампочку-то придумал не он про Эдисона, а он просто сделал очень много разных экспериментов, чтобы сделать лампочку той лампочкой. в промышленных масштабах можно уже выпускать. Он так называемый Эдисон. Но, но, мне почему-то казалось, что всё равно, он прям, ну не такой уж злой. Это, конечно, я в General Electric, я поверю. Просто они даже судились с Теслой. Прям он, этот против этого. Да, 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 то есть именно Эдисон, это мои мать твои патенты, Тесла пытался доказать, что нет. Охренеть. Короче говоря, Тесла на самом деле в 37-м году, в 37-м, в Нью-Йорке Теслу сбила машина такси, когда он ночью переходил дорогу. Допустим, случайно. Он получил перелом ребер. Болезнь вызвала острое воспаление лёгких, перешедшее в хроническую форму. Тесла оказался на несколько месяцев прикован к постели и всё, собственно. До свидосика. Так это в 37-м, а умер-то он в 43-м, 6-6 лет, мучился. Смог встать в начале 38-го. Так, погоди-ка, погоди-ка, я чё-то... В Европе началась война. Тесла глубоко переживала за свою родину, оказавшись в оккупации, неоднократно обращаясь с горячими, призываясь в защиту мира ко всем славянам. Славянам. Ну он какой-то там же из Югославии. 1 января 43-го Леонора Рузвельт, супруга президента США, выразила про желание навестить больного Теслу. Посол Югославии в США Савва Касанович или Касанович посетил его 5-го января и договорился о встрече. Он был последним, кто общался с Теслой. Николай Тесла случилась с 7-го на 8-е, на 87-м году. Тесла всегда требовала, чтобы ему не мешали на дверях его гостиничного номера в Нью-Йорке. Даже висела специальная табличка. В 87-м? Он 87 лет прожил? 87. Охренеть. Я-то думал, он лет в 30 умер. Кого ты че? Ну нет, тогда пожил нормально. Ну изобрел, конечно, до хрена чего, но хотя бы пожил. Тесла была обнаружена горничной директором отеля Нью-Йоркер. Лишь спустя 2 дня после смерти. Дерьмо. Согласен. Ну ладно, продолжаем. Что-то мы, да. Монетизировал, короче, все в итоге Эдиса. Ну это красавец, это классик. Еще Тесла придумал свет. Не в том смысле, что свет, а в том смысле, что флуоресцентные лампы, например, он придумал. Еще до того, как за 40 лет, до того, как их начали производить в масштабах. Ой, тебе... Неоновые трубки он придумал. Ой, тебе Владимир будет кидать кучу ссылок. Ты сейчас наговоришь, ты сейчас столько наговоришь, что тебе будет 100 ссылок, чтобы ты читал про Теслу. Я только рад буду. Я буду прям их прочитывать. Потому что он еще вот эту вот хрень придумал, Тесла Койл. Ну-ка. Ну, чтобы ты понимал, я сейчас на Amazon случайно уже добавил себе за 245 долларов, но не собьюсь, не буду. Тесла Койл, если загулять, трансформатор Тесла, это вот это хреновина. В разрушителях легенд они ее тоже проверяли. Ну, просто, блин, загугли или перекинься, посмотри. Вот я это тысячу раз видел. То есть вот такая хреновина, которая именно... Да, это страшная хреновина, если честно, ну ладно. Ну вот он ее тоже, так сказать, изобрел для того, чтобы генерировать электричество. Непонятно откуда. Из электромагнетизма, видимо. Угу. Вообще, рентген он тоже изобрел, оказывается. Причем, когда он их изобрел, он сказал, что на самом деле, типа, все вокруг нас, оно здесь всегда. Нам просто нужно подстроиться и увидеть это. Вау. То есть жесткие рентгеновское излучение, оно на самом деле показывает нам всякое, что не видно просто так. Принято считать, что Марко не изобрел радио в 43-м, потому что патент отозвали у него изначально. Так, стоп. Сейчас я посмотрю. А, в 43-м запатентовал Маркони радио, хотя Тесла его изобрел еще в 1897-м. Но в 1904-м у Теслы отняли эти патенты, и Маркони наглодили за то, что он изобрел радио. Ну, по бреду, короче говоря. И на самом деле, самое тупое, что ну, уже потом прорыли, скорее всего, это из-за того, что в Маркони, опять же, вложился Эдисон и Эндрю Карнеги, потому что, ну, потому что вложились. И они не хотели... Это позволило правительство США, они-то радио уже использовали, так сказать, ну, в продакшене. Если бы они признали, что Тесла его изобрел, им бы пришлось Тесле много роялти выплатить. И они, чтобы слиться, признали, что там этот, Маркони изобрел. Что ты уже досвидос. Ну, короче, его кошмарили просто до невозможности. Он в отеле уже жил до смерти. Да. В мотеле. Да. Не, да, пультик, ремонт-контрол, пятый пункт. Такой-то патент, номер 613-809. В 1898 году его изобрел. И на самом деле, только через 50 лет примерно, во Второй мировой войне, начали использовать в промышленных масштабах, там, танки на пультах управления, там, лодки и так далее, были уже. Так. Представь себе. Я представляю. Электрический мотор изобрел Тесла. Тоже. Именно поэтому машины в честь него назвали. Илон Маск, так сказать, дань отдал, потому что именно в 1930-м он его изобрел, но, к сожалению, был мировой кризис, и производить аккумуляторы таких размеров было в серийных масштабах очень дорого, поэтому как бы все-таки бензином и другими нефтепродуктами решила индустрия обойтись. Как обычно напередил, короче говоря, по гениям. Гений. Роботы тоже вот здесь принято сказать, что Тесла типа изобрел концепцию роботов, потому что он говорил, так я, говорит, сам робот. Мы же, говорит, вот роботы, это что? Это вот ими управляют люди, там, говорят им команды. А мною, говорит, природу управляет. Иди там посып, посри, поешь. И, говорит, я же тоже робот, просто биоробот, грубо говоря. Что-то все уже. Ну вот да, есть сербский там журнал, в котором описано именно, как он видел умные машины, домашних роботов, которые помогают, использование сенсоров и автономных систем. Короче, он умный дом предсказал еще тогда. Гений. Что-то все. Восьмой пункт, лазеры он придумал. И оружие, и для хирургии, вообще все. Что просто можно использовать лазеры для того, чтобы какими-то пользоваться благами этого всего. Ну и девятое, десятое, здесь на самом деле самое страшное, что вот это вот, ты-то слышал про вот эту башню Николы Тесла? Ну, слышал, но... Короче, Тесла придумал хрень, что можно передавать информацию и энергии просто по воздуху, используя натуральные частоты, которые есть в природе. Джипи Морган вложила 150 тысяч долларов в это дерьмо. в его проект, Тесла начал ее строить, и он уже тогда придумал, что можно передавать информацию изображением, звуком, текстом, просто по воздуху. Он интернет-ач уже тогда был. Он все это придумал вообще, и Wi-Fi, и Bluetooth, ну, короче, то, что можно информацию передавать по воздуху, используя просто жизнь. А как он вообще жил с этими знаниями? Я не понимаю. Да 87 лет в отеле, как? Так и жил. До свидос. Так вот, и он прям придумал уже тогда, что у нас вся жизнь, она наполнена бесплатной энергией. И мы можем просто с нужной частотой, колебая воздух и частицы, всю материю, передавать энергию. Тупо колебанием. Понятно, что ты, колебая, тоже затрачиваешь энергию. Но он понял, что нолики и единички, они вот, они в материю все встроены, на каждом физическом законе есть нолик и единичка. Че творит, а? И говорит, в принципе, уже вот каждый человек может сам так сделать, что использовать всю информацию бесплатно. Ну, говорит, мы знаем конец истории, а конец истории в том, что не дали ему ничего закончить, естественно, и нашли его уже хрен где. Ну, условно. И кроме шуток есть такая тема, здесь я не помню, тут это где-то есть или это я уже сам смотрел. А нет, это дальше. По поводу того, что есть слухи о том, что именно его вот эти эксперименты с передачей энергии, это Тунгусский, не было Тунгусского метеорита, это Тесла так сделал, что бомбануло в Сибири. Жахнул. Да, но это я тоже слышал тысячу раз, что именно массивный взрыв в Тунгусе, в Сибири, в 1908-м, 60 миллионов деревьев повалил на 2150 квадратных километров, и это Тесла жахнул. Знаешь, он с ионной сферой как раз в тот же день практически экспериментировал. Ну, начал мне, ну, это какие-то же заговорки. про это очень много фильмов, именно вот рентивишного плана такого. Я смотрел еще лет 15 назад такое. Ну, понятно. И кроме этого, есть вот этот ХААРП, это то, что вот этот большой, большой метеозавод, станция, завод-станция на Аляске. И, типа, сейчас говорят, ну, это мы как бы так, просто у нас метеостанция. А по факту, опять же, есть большое количество рентивишных фильмов, вообще, что это именно метеооружие. Что вот они захотели, и у нас снега в Москве. И в Питере дождь постоит. Нет, кроме шуток. Типа так. Блин. Про это тоже говорят. И что, типа, вот беда, что вот не технология, на самом деле, враг, а ее неправильное использование. И что Тесла-то этого всего не хотел. А суть в том, что именно вот это и засекречено ФБРовцами, и они вот это сейчас используют. После Гигера совсем ужасно становится это все. Ну, не, мне вот именно... Поэтому про Тесла бесконечное количество документальных фильмов до сих пор, потому что все еще половина, больше половины засекречено. Почему он на всех фотках именно еще молодой? Где фотки 87-летнего Тесла? Ну, это классическая, видимо, его фотография. Ну, да, согласен. Видимо, он тут какой-то... Просто видишь, эта фотография, она как будто вот реально он личность, именно ученый. Ну, да. Думаешь, потом он уже не вызывал никакого доверия? Не знаю. Ну, в общем, да, что-то слишком крутой какой-то. Ну, вот, вот, вот такой он был. Накидайте нам еще статей. Так просто у тебя еще одна есть статья, но она пойдет в следующий раз. Да, я же ее уже перенес. Да потому что там сугубо про пульты уже. Там тоже нам ее Володя дал. И там именно про пульты. А что так вот? Ну, а что? Ну, согласен, согласен. Я перенес, серьезно, будет. Там просто именно как пульты развивались. Тупо ремоут контрол, как устройство, и то, что с Теслы началось, а потом кто уже развивал, и так далее. Да. Слушай, я вот рад был бы, если бы вот было все такое, что вот именно Тесла это уже тогда придумал. А что? Именно от него бомбанул. просто я... Понимаешь, у меня есть вера в человечество, если бывают вот такие люди, которые просто, твою мать, за свою жизнь придумали все. Согласен. Я буду надеяться, что появится еще на моем веку кто-нибудь такой, хренесло какой-нибудь. Или там, я не знаю, хренесло в... Вдруг это русский будет человек. Николай. Да. Поэтому, слушай, это круто. Меня это на оптимистичный лад настраивает. Согласен. А мы с тобой будем... К обойке двигаться. Конечно. Прямо к ней будем вплавь двигаться. Я вижу, да, вплавь. У нас здесь на обойке какой-то такой кусочек суши. И кусочек влаги. И кусочек влаги, да. И на кусочке влаги плывет какая-то байдарка. Какая-то. Двухъярусная. Для меня очевидно как день. Что это за байдарка? Я думаю, что это байдарка нашего подкаста. Это наш подкаст, конечно. И там двое человек. Двое, да, двое человек. И они грибут. И как ты думаешь, напорятся ли они вот на очередную... А я думаю, что они от нее уже грибут. Как охотно. Мне кажется, они вверх плывут. А может быть. Как на дорожных знаках. Как бы снизу вверх движешься всегда. Но опять же, заденут ли они вот этот кусочек материи? Я думаю, они пришвартуются на камнях спокойно. И что, пойдут сосиски жарить на костре? Кофе пить пойдут, да? Все вот это вот делать. Пойдут записывать видеообращения в Телеграме для подписчиков своих уважаемых. Согласен. Поэтому все круто. Я думаю, что даже вот мы сквозь вот узкую вот эту вот... Ну просто вспомни, там они же выплыли из узкой вот этой бутылки, горлышко. Вот это Володины темы две. Согласен. Одна вот мыс вот этот вот, это про шутку. А вторая, это вот этот вот остров, это про Теслу. Это именно его остров. Мы их обогнули аккуратненько. Про пульты там вон маленький островок сзади осталась. Темка в следующий раз к ней подплывем еще там. Сковырнем ее чуть-чуть. Ну вообще, да. Будем с вами прощаться. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В Телеграме, в чатик добавляйте канал. В Телеграме тоже подписывайтесь. На Ютубе ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. В iTunes пишите отзывы, ставьте звездочки. uvdesign.ru slash donate поддерживайте проект. И мой соведущий был с вами Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Увидимся через неделю. Пока. Пока.